Ну что, друзья, мы с вами уже запускали Assassin's Creed 1 2007 года, Assassin's Creed 2 2009 года, Assassin's Creed Brotherhood 2010 года. Настало время запустить легендарнейшую, в принципе, не менее легендарнейшую, часть этой серии, как Assassin's Creed Revelations. Поехали! На создание игры нас вдохновили исторические события чего-то там. Оооо, Assassin's Creed Revelations. И да, так оно и есть. Последний раз, когда я играл, это, кстати, когда было... Оооо, 2018-й? Нифига себе. Почему? Подождите, стоп. Я помню, что я играл, наверное, в 21-м году, по-любому разочек заходил, да-да-да. Где-то в то же самое время, когда заходил и в GTA 4 эпизоды From Liberty City за байкера Джонни. Я тогда же примерно заходил и в Assassin's Creed Revelations, и помню, даже в Assassin's Creed 3 заходил. Где-то октябрь-ноябрь. Это был 21-го года. И я помню, что я и в 19-м году игру эту проходил. Но почему-то сейв у меня 18-го года. А вот этот заход в игру я совершенно не помню. Но, блин, как бы, откуда ни возьмись, этот сейв бы здесь не появился. То есть, судя по всему, я реально просто забыл, что я заходил сюда. Скорее всего, вот это май. Реально, у меня это в памяти вообще просто исчезло. Это воспоминание, как я вот заходил когда-то там в 18-м году. Мне казалось, что я никогда в 18-м году не заходил в эту игру. Ну, допустим, ладно, ребят, что дам по настройкам? Как обычно, давайте сразу чекнем. Ну да, в принципе, в принципе. Они, скорее всего, тут автоматом какие-то выставились. Это не мои старые настройки. Потому что у меня раньше был 60-ти герцовый монитор, а сейчас 180-ти герцовый. И он тут автоматом выставился. Вертикалка, кстати, включена, на удивление. Почему на удивление? Я-то думал, что она выключена, потому что 180 фпс. Но нет, 180 фпс, это потому что герцовка 180. Ну, 180, короче, герц. Значит, максимальное, да, количество кадров сейчас 180. Давайте отключим. Будем, наверное, без вертикалки играть. Ну чё, короче, я продолжаю. 400 кадров в менюшке стало, а не 180. Плюс-минус 400. А, кстати, игру установил впервые за всё то время, сколько я пользуюсь своим новым ПК. Пользуюсь я им где-то уже весь апрель. И вот сейчас весь, как бы, май, получается, да. То есть почти два месяца уже пользуюсь этим новым ПК. Впервые за всё это время установил игру на SSD-шник, а не на жёсткий диск. Ну, просто эксперимента ради. Просто эксперимента ради. У меня в Assassin's Creed вроде не так фризит, как в каких-либо других играх. Вот, допустим, Assassin's Creed 2 вообще не фризило. В Brotherhood за всю запись полторачасовую где-то там, может, три фризочка. Какие-то микрофризочки, может, они и были. А так-то в целом не фризит. Но я вот эксперимента ради больше в ПК вообще ничего не менял. Соответственно, я фрезы никак не разрешил вот эту проблему с фризами. Я так её и не повиксил. Но вот хотя бы эксперимента ради решил игру установить на SSD-шник. Хотя, в принципе, программка Bandigam тоже у меня установлена на SSD-шник. У меня все программы установлены на SSD-шник, а игры я качал на жёсткий диск. Сейчас вот эту игру, одну единственную, установил тоже на SSD-шник. Но запись ведётся на жёсткий диск, как бы. Вот этот ролик, он пишется на жёсткий диск. Было бы неплохо, опять же, для справедливости ради вообще жёсткий диск не задействовать. Задействовать только SSD-шник. Типа запись ещё и на SSD-шник вести. Но я не хочу его засирать, как бы и так игру установил по этому. Сессия. Дезмонд, разумеется. И поехали. Меня зовут Дезмонд Майлз. Я всё по-прежнему военнопленный. Или нет? Что происходит? Я, кажется, понял. Иди в жопу, Дезмонд. Всё. Всё с тобой ясно. Будь ты проклят. Убисофт. Ребята, это мой третий запуск. Только что вот игру свернул. Не стал дожидаться, когда закончится эта сцена. Игру свернул и закрыл. Принудительно, так сказать. Принудительно закрыл. Потом снова зашёл, выставил в настройках, короче, звук. Он у меня был выключен, я так и думал. Во, и смотрите, теперь музычка появилась даже в менюшке. Это прикольно. Музыка, громкость 10. Громкость голосов 10. Яркость, вот. Ну, я только музыку, короче, выставил. Было на нуле. О, язык диалогов. Русский. Язык субтитров. Русский. Меню русское. О, да. Офигеть, можно. Я вот не помню. Считай, по-моему, в Assassin's Creed 1. Там русификатор официально вырезали. Люди, блин, старались в своё время, в свои годы. Не знаю, наверное, компания Акела этим занималась, да, дубляжом. Соответственно, люди дублировали, им даже платили за работу. Был официальный дубляж. Ну, а разработчики такие, типа, русские, идите вы в задницу со своим русификатором. И официально его вырезали. Поэтому в Assassin's Creed 1 надо отдельно качать русификатор с каких-то сторонних ресурсов. В Assassin's Creed 2 надо русификатор отдельно теперь скачивать со сторонних ресурсов. Хоть и игра у тебя официальная. Со Steam аккаунта, и ты её купил, да, получается. В Brotherhood то же самое. По-моему, то же самое. Вот 1 и 2 точно могу сказать. А Brotherhood что-то подзабыл. Но, по-моему, там тоже русификатор. Да-да-да. 100% вот сейчас вспомнил. Надо ставить отдельно. А вот в Revelations я его сейчас не ставил. Только что игру скачал. И она официально русская. Это не может не радовать. Что хотя бы в Revelations русификатор оставили. А теперь давайте уже начнём. О, смотрите, я же только что создавал сессию. Она даже не запомнилась. Я думал, сейчас удалять её придётся. Но она даже не запомнилась. А это хорошо. Хоть что-то хорошее. Давайте начнём. Всё, Дезмонт, поехали. Он сможет продержаться так несколько дней. Может, неделю. Звонит. Скажи, что мы выезжаем. Когда дадут отмашку? Дезмонт Майлз. Твоя жизнь так быстро переменилась. Ещё пару месяцев назад ты наливал коктейли банкирам и звёздам. А теперь... Ты ассасин. Один из нас. Один из хороших парней. Разве это не здорово? Один из тех, кто посвятил свою жизнь защите свободы всего человечества. Мы не как тамплиеры. Расчётливые автократы, опьянённые властью и помешанные на порядке. Мы всеми силами пытаемся их остановить. Делаем всё, что можем. Но ты всё это помнишь, правда? Помнишь Анимус? Машину, читающую генетическую память и помогающую пережить опыт наших предков? В двенадцатом веке ты был Альтаиром, ассасином из Святой Земли. Потом Эцио Аудиторе. Обаятельным, богатым итальянцем, знавшим толк вместе. Так что же у вас троих общего? Вот-вот. Яблоко Эйден. Странный артефакт, оставленный... Этими людьми. Теми, что пришли раньше. И тебе известно о силе яблока. Ты сам ощущал её. Забавно было, да, Дезмонд? А теперь всё изменилось. Твой разум раскалывается на части. И если ты не сможешь пробудиться, то потеряешь себя. Навсегда. Я отключаю систему мониторинга Анимуса, чтобы освободить память. Но всё равно это рискованно. Дезмонд справится. Разделение прошло. Анимус стабилен. Показатели в норме. Пока да. Но это система воссоздания воспоминаний, а не симуляции всего мышления. Анимус сделает свою работу. А Дезмонд всё остальное. Меня зовут Дезмонд Майлз. Я воинопленный. Что, сомпай? Не могу пошевелиться. Нет. Нет. Что такое? Где мы? Чёрт. Что вчера было? Почему я в чёрном? Я же был в белом. Дайте побриться, а. Блин, на этом острове есть бритва? Ау! Ау, тут вообще кто-нибудь есть? Чё это такое? Это что? Это... Это намёк на то, чтобы я включил вертикальную синхронизацию, да? Господи, я такого никогда в жизни не видел. 350 кадров, но... Воу-воу-воу. Да уж. Без вертикалки, походу, дело никуда. Короче, ребят, так я и думал. Я поставил вертикалку, но вроде эта хрень не пропала. Смотрите. А не пропала, потому что у меня даже с вертикалкой 180 кадров. А 180 кадров, потому что я поставил 180 герц. И нахрена вообще тогда эта функция там доступна, если... Если... Игра не предназначена для такого большого количества кадров. Ну вот чё это такое, ну? Ну чё, ребят, поставил 60 герц стандартных. Стандартных 60 герц. Ну и вертикалка. Походу, дело, пускай будет включена. А хотя... А давайте сначала вот так проэкспериментируем. Типа, смотрите, я выставил 60 герц, но всё-таки вертикалку не включил. Ну-ка. Может, всё-таки... Всё-таки... А, нет, короче, это не так работает. Твою мать. О май гарабл. Ну смотрите, уже как-то иначе, да, стала багаться игра. Как-то иначе уже стала. Чё за чёж. Ну, Ubisoft. Они их халтурили, на самом деле, уже тогда. Revelations это очень хорошая игра. Я, кстати, её в детстве называл Revelations. Как бы я не знал, как правильно она звучит. И называл вот эту игру Assassin's Creed Revelations. Revelations, вот так. На русском звучит как Откровение, переводится. А на самом деле, правильно, не Revelations, а Revelations. Ну или... Как-то так. Я, может, даже сейчас как-то неправильно называю Revelations. Но однозначно не Revelations, как вот я в детстве говорил. Всё-таки Revelations как-то, мне кажется, более правильно. Это более правильное звучание. Я, на всякий случай, решил перезайти в игру. Ну, то есть я выстрелил вертикалку всё-таки и решил вот заодно ещё всё-таки, раз на то пошло, на всякий случай, в игру перезайти. Ну, смотрите, надпись всё равно дрожащая. Стоп! Что за фигня? Что вы сделали с игрой Ubisoft? Так дело тут даже не в кадрах. В чём же тогда дело? Я же скачал только что игру. Лицензионную. Со Стимом. Это не просто пиратская версия. Мне кажется, что... Ну, господи. Ой, мне кажется, что даже скачав пиратскую версию, такого терема бы не было. Вот и получается, что разработчики прямо-таки вынуждают пиратить. Ну, потому что, ну, в натуре... Мне кажется, какую бы часть Ассасина старую ты не скачал бы, там уже, скорее всего, сразу будет русификатор. Тебе не придётся его качать отдельно. Да и там такого терема точно не будет, реально. Здесь ещё надо что-то фиксить в лицензионной игре. Ну, ладно, сейчас посмотрю, как это фиксится. Ребята, говорят, чтобы пофиксить эту проблему, она совершенно никак не связана, там, с герцами монитора, с большим количеством MPS, в общем. Всё, что надо, это удалить какой-то тут файл в папочке с игрой, да, вот куда я устанавливал игру. Steam-версия, как видите, Steam Maps, Come On, Assassin's Creed Revelations. Вот они, ярлыки. И вот надо удалить какой-то тут файл. Сейчас я покажу, какой. Вот этот. System Detections. Ну, давайте удалим. Готово. Ubisoft, как же я вас обожаю. На создание игры нас вдохновили исторические события и личности. Над замыслом, разработкой и производством игры работали команды, члены которой... Чё-то там. Assassin's Creed Revelations. Revelations. Поехали. Это, наверное, уже 20-й запуск этой игры. И да, о чудо, эта хрень пропала. Мы снова здесь. Ну, давайте сцену хотя бы посмотрим. С этим объектом 16. Ты где? Я что, тут один? Просто проходи мимо. 16-й? Мы знакомы? Вот ублюдки. Чёрт. Я всё ещё в анимусе? Ты пережил очень сильный шок. Ребекка, вытаскивай меня. Они не помогут, Дезмонд. Ты совсем сломан. Твой разум. Разбирь. Да ну. Ты спятил. Я в порядке? Прямо как я. Эй, ты сошёл с ума. Взгляни на меня. Не пугай. Так, сильно. Давай потолкуем. Чёрт возьми, так мы знакомы. Кто ты? Идём со мной. Что это за место? Круто, да? Нет. Мы в самой глубине анимуса. Первичная тестовая программа. Никаких воспоминаний, только физика. Симулятор погоды. Привет, Мир. Тебе повезло, что тебя догадались сюда подключить. Это спасло тебя? Спасло от чего? Сидел бы ты сейчас на больничной койке и тупо смотрел перед собой, пускай слюни. Пока что анимус защищает тебя. И не даёт всем твоим предкам смешаться в кучу в твоей голове. Но если ты не найдёшь синхронексус, все эти личности сольются воедино. Выйдет некрасиво. Синхронексус? Не перебивай, я расскажу. Вот. Это твой путь к свободе. Ты издеваешься. Послушай меня. Твой мозг как каша. В нём множество призраков, множество голосов. Как это исправить? Ты проникаешь обратно в данные, находишь незаконченные воспоминания и открываешь их. Итак, до тех пор, пока твои предки не закончат рассказ. Это и будет синхронексус. Когда ты найдёшь его, они ему садили Дезмонда от Этсо и Альтаир и отправят тебя домой. Обратно в твоё дело. Откуда ты это знаешь? Звучит страшно. Это произошло со мной. Только моё тело давно съели черни. И я застрял здесь. Да, и ещё. Когда ты переступаешь порог, всё меняется. Всё кажется... Странно. Но ты можешь управлять собой. И ты сможешь найти выход. Ясно. Если поторопишься, может успеешь на похороны Люси. Что? Что ты сказал? Кажется, я вспомнил. Да. Я думал, ты знал. Я забыл, а ты меня... Ты напомнил. Ах ты, ублюдок. О, боже. Кошмар. Это был не я. Это был страшный сон, я уверяю тебя. Это не я. Это был голос. Это просто ужастик. Юнона. Юноу. Она подчинила меня себе. Она... Она дьявол. О, боже. Что я делаю? Что я натворил? Неужели я убийца? Всё-таки. А я думал, ассасины хорошие парни. Так. А куда он делся? Если удержать левую кнопку мыши, то вот что происходит. Дезмон. Это Шоан. Шоан, что происходит? Давай я поговорю. Ты... Подожди. Я отключу громкую связь. Шоан, это Уильям. У нас всё в порядке? И тебе тоже привет. Когда же ты научишься манерам? Так, успокойся. Ах да. Ничего, что Люси мертва подумаешь. В самом деле, мелочи. Ну, а что там Дезмонд? Жив ещё? Так, хватит, Шоан. А что если он тамплиер бил, а? Что если его запрограммировали? Такое уже бывало. Только не Дезмонд. Ну да. Ты же всё знаешь. Шоан. Эх. Тут не пройти. Вытащите меня отсюда. Чё за голоса в моей голове? Шоан. Будь ты проклят, Шоан. Почему ты сидишь в моей голове? Так, а для разблокирования... Чё-то там. Это что это такое? Для разблокирования этого воспоминания требуется 20 фрагмент анимуса. 20 фрагментов данных анимуса. А здесь сколько? 30. А здесь чё? Мы очень далеки от этого, да? Я, кстати, про это вообще совершенно забыл. Не помню. Даже в детстве я вообще на это натыкался. Вот на эти вышки. Мне кажется, если только в глубоком детстве, когда первый раз вообще зашёл сюда, побегал немножко по этому островочку, может быть, точно так же наткнулся над эту хернё. В любом случае, уже всё не помню. И если это и было, то когда-то очень давно, когда-то в глубоком, при глубоком детстве, наверное, когда эта игра только вышла, в 11-м году. Она вышла где-то в конце 2011-го. И я, наверное, спустя месяц уже в неё играл. И играл даже без русского языка. Это первый Assassin's Creed в моей жизни, в который я играл не на русском. Да, было время. Просто была охота поиграть. Полностью прошёл, и мне эта часть показалась какой-то скучноватой, но неудивительно, потому что я играл на английском языке. Так-то, в принципе, вся трилогия за Эссо и вторая части Brotherhood Revelations, они великолепны. Ну, если не брать в расчёт, например, вот эти всякие баги, которые у нас там возникали в начале записи, вот если эту дичь отбросить, то так-то, сама по себе история, сюжет. Было время, когда-то Юбики, они старались над своими играми более-менее, хотя бы вот над сюжетом. И в это было действительно интересно поиграть. Что ж, давайте я сейчас выставлю всё-таки 180 Гц и отключу игренчер. Ну что, ребят, готово. 180 Гц, вертикалка отключена. Ну и всё остальное на максимум. Поехали. Пожалуйста, не говорите мне, что сейчас опять придётся смотреть эту сцену. Спасибо. Большое вам спасибо. За то, что вы запомнили. То, что я её посмотрел. Юбисофт представляет. Игра компании. Бездарей. Юбисофт Монтреал. Продажных, скатившихся бездарей. Юбисофт Анесси, Юбисофт Бачарест какой-то, или как-то так. Юбисофт Киев, Юбисофт Массив. Ну и так далее, ребят. Ну сколько можно? Вы издеваетесь, что-то? Юбисофт Сингапур. Ну давайте мне все страны мира тут называйте. Это ж так интересно. Лаудия, дорогая моя сестра. Я в Акре уже неделю. В безопасности и бодром расположении духа. Но готовы к худшему. Те, кто дали мне пищу и кров, рассказали, что на дороге в Массиаф вовсю хозяйничают разбойники и наёмники из чужой земли. Я пока не знаю, что всё это значит. Когда 10 месяцев назад я покинул Рим, я сделал это с одной целью. Найти то, что не успел найти отец. В письме, написанном за год до моего рождения, он говорил о библиотеке под замком Массиафа, о вместилище огромной мудрости. Что же будет ждать меня? Кто меня встретит? Толпа тамплиеров, чего я опасаюсь больше всего? Или лишь шелест ветра и ничего более? Уже 300 лет Массиаф не был ассасином их домом. Сумеем ли мы вернуть его себе вновь? Будут ли нам рады? Меня так измотала эта битва, Клаудия. Не потому, что я устал сражаться. Похоже, наша борьба движется лишь в одном направлении. К хаосу. Сегодня у меня больше вопросов, чем ответов. И потому я и зашел так далеко. Чтобы обрести ясность и знания, оставленные Альтаилом. Я хочу узнать цель нашей борьбы и понять свою роль в ней. Клаудия, если со мной что случится, если меня одолеют враги или амбиции собьют меня с пути, не ищи ни правосудия, ни мести. Но продолжай поиски истины ради всеобщего блага. Историй подобных моей тысячи. И мир не рухнет, если одна из них оборвется. Опа, ребята, эксклюзивные кадры из трейлера Assassin's Creed Revelations. Такого в трейлере мы уже не видели. Дэйм! Ну, в принципе... Поехали! Так, что делать? Идти за Ютейером. У меня сейчас, если кому интересно, 290 кадров. 290 кадров. Какой-то знакомый голос там. Назвал нас ублюдком. Так, ладно, движемся, ребята. Какой-то более знакомый голос. Оу, ноу! Ладно, хоть я и не упал за пределы куда-то там. Стуканом, займись чем-нибудь дельным! Ты не уйдешь! Я его больше не вижу. Да-да-да. Вспомнил. Тут ведь еще вот подобные приколы появились с замедлялкой. Типа, когда нейтрализовываешь противников, то даже происходит какое-то эпическое замедление. Под самый конец. Под окончание битвы. Вот то самое, с чего начиналась эта игра. Что 13 лет тому назад... Нет, стоп, 12. 12 лет тому назад. Что сейчас, ребят, мы заходим? Тут ничего не изменилось. Все так же по-прежнему круто. И, разумеется, ностальгически. Все очень просто потрясающе. Ммм, мои клинки. Рад снова их повидать. Еще убьем ни одного противника с них. Кстати, один клинок сломан. Это намек на то, что в будущем у нас появится клинок-крюк вместо классического клинка. Пока что вот он сломан. Типа, Эцу его надел как некую броню на руку, да? Некий наручий. Но пока что клинок этот не работает. Как я и сказал, в будущем это будет крюк. Клинок-крюк. Так. Крыса. Эй, почему это я крыса? Что за хрень? О, да! Боевка здесь такая же, как в Бразер Худи. А как вы все знаете, боевка в Бразер Худи мне очень нравится. Я считаю ее лучшей. И, по-моему, даже уже в Assassin's Creed 3 там другая какая-то боевка. Она уже, наоборот, стала ухудшаться после Бразер Худа, да? То есть, получается, что в первой части боевка говно. Во второй части она нормально просто пойдет. В Бразер Худ она уже просто великолепная. Здесь, судя по всему, она такая же, как в Бразер Худ. Но вот разве что какую-то замедлялку в конце мы можем заметить, когда противника одолели. Происходит какая-то замедлялка под самый конец. Ну, я не думаю, что это как-то глобально все портит. В целом, боевка та же. Но, наверное, эта замедлялка порой будет надоедать. Но это еще не так критично. Вот уже к третьей части там опять боевку изменили, вроде бы, да? Насколько я вот сейчас помню. И уже в третьей части боевка уже начала скатываться. То есть она все поднималась и поднималась. Г Бразер Худу она стала просто идеальной. А потом вот в Револейшнс особо без изменений. И вот в третьей части она уже начала ухудшаться, по-моему. Но даже в третьей части не так все ужасно, как в первой. Вот насколько, опять же, я помню и могу судить. Ладно, бежим за Альтииром. Заберитесь по стенам центральной цитадели Массиафа. Это же, кстати, Массиаф получается. Вот так тут все изменилось с первой части. Вот такая погодка непривычная для Массиафа и вообще вот этих окрестностей. По-моему, в первой части мы такую погодку ни разу не видели. Вот такую заснеженную. Но так-то это логично, потому что этот Массиаф находится на вершине какой-то горы. И, по идее, тут всегда должна быть стабильна вот примерно такая погода. Какая-то ветреная, холодная. Вообще, атмосфера, конечно, прикольная. В начале Assassin's Creed Revelations вот тут мы и бегаем. Закарабкиваемся на Массиаф. Преследуем вот этот призрак Альтеира. Короче, все очень потрясающая атмосфера. Мне нравится. Вот такая вот какая-то зимняя. В принципе, игра вышла в ноябре. То есть, как раз в реальной жизни тоже была примерно такая же атмосфера. Какая-то вот такая зимняя. Типа снег только выпадывает. Метель, буря. Ну и как бы наступление зимы. Все довольно классно, ребята. Так, стоп. Давайте попробуем пробежаться и посмотреть, что тут есть. Я уверен, в детстве я этого не делал и просто бежал с Альтеиром. А вот что, если мы попробуем сейчас оббежать вокруг? Ну, такой микроэкспериментик, да? Микроэкспериментик. Может быть, даже тут можно как-то закарабкаться. Но, судя по всему, нет. Нельзя. Так, а тут у нас что? Ну, тут можно, кстати. А, ну, в принципе, недалеко. То есть, как бы оббегать это здание немножко бессмысленно. Разработчиками все продумано, что там ничего интересного мы не увидим. Хотя даже не знаю, можно ли это назвать продуманностью. Наоборот, наверное, было бы неплохо разработчикам сделать какие-то поощрялки для вот таких вот очень любопытных игроков. Типа, решил не просто преследовать Альтеира, а отбежать здание. И вот наткнулся на, не знаю, какие-нибудь пасхалочки или просто какие-то секретики любопытные. Это было бы, наверное, лучше, чем вот мы сейчас отбежали и ничего там не обнаружили. Так, потихоньку, помаленьку, ребят, нейтрализовываем противников, преследуем призрака Альтеира. А вдобавок не отметил еще кое-какую интересную деталь этой части, теперь ограбляя трупы, нам не просто пополняют деньги или какие-нибудь метательные ножи, там, лекарства и так далее. Мы еще и получаем всякие ингредиентики, так сказать, ингредиентики, которые будут у этих стражников, и от них только эти ингредиентики, если продавать, то можно стать настоящим миллионером, если не миллиардером в этой игре. Ну, конечно, можно их и не продавать, нужны они для того, чтобы создавать какие-нибудь там бомболипучки, всякие прочие гранаты. Тут появилось огромное количество самых разных бомб, всяких гранаток. В детстве я в основном этими гранатами не пользовался, в основном я не пользовался ни вот этим отравленным клинком, который, кстати, у нас все по-прежнему есть. Вот это что такое вообще? Уже даже забыл. Отравленные дротики, а это вообще было в Бразерхуд или не было? Я что-то забыл. Мне кажется, это в Бразерхуд уже было, но я забыл совершенно. Я совершенно забыл. Я помню точно, что в Бразерхуд впервые появился арбалет. Но сейчас у нас его нету, есть только метательные ножи. Пистолета тоже нет в клинке. Видимо, он повредился, и именно вот в этом поврежденном клинке и был пистик. А, нет, вот я же, блин, что я несу? Вот, я его не заметил. Спрятанное оружие. Нет, 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 вот оно у нас есть все-таки. Оно у нас есть. Я только забыл, на какую кнопку стрелять, но вот я удержал Е. Опять же, пистолет очень сильно изменился, какую-то кнопку, чтобы нацелиться. И он очень долго целится. А здесь, смотрите, за полсекундочки он бац и нацелился. Чтобы отпустить прицел и не тратить патроны, короче, надо нажать на русскую А. На русскую А. Ну, сейчас тратить патроны не будем. Вообще, я там сбился с какой-то темой, что я говорил. Я говорил по поводу гранат, бомб, вот этих всяких. В детстве я этой функцией не пользовался. В основном, короче, в детстве я просто продавал все эти ингредиенты, ну и просто тем самым зарабатывал кэш. Богател на этих ингредиентах. Всяких, на продаже этих ингредиентов. А уже потом, во взрослой жизни, я понял, что да тут деньги-то особо тратить и некуда, нафиг они нужны. И наоборот, уже как-то прочувствовал вот эту вот фишку сполна. Фишку с гранатами. Они здесь реально прикольные. Это реально очень хорошее нововведение. В этой игре. Вот эти всякие бомбочки, гранатки и прочее. Очень прикольная штука, поэтому лучше ингредиенты не продавать. Хоть они и весьма дорогие. Как же рискованно. Что я же даже не понял, это у меня фризануло или что это сейчас было? Или это нормально? Это как бы типа микропрогрузка какая-то была. После сцены какая-то микропрогрузка. А так-то в целом фризов особо не наблюдается пока что. К счастью. Но в основном в играх Assassin's Creed у меня и до этого фризов особо не было. Только в самой первой части, как вы все помните, за видос, наверное, 20 фризов можно насчитать. Ну и как обычно, большая часть этих фризов под конец видео. Уже во второй части вообще ни единого фриза. Ну и в Бразер Худ там может за полтора часа три фризика. Я уже об этом говорил. Здесь пока что ну вот что-то вот что-то было как бы только что. Но я думаю, что это вот опять вроде что-то было. Но это даже, мне кажется, не фризики никакие. Это просто прогрузка какая-то. Это нормально. Мне кажется, у меня на том ПК, который у меня не фризит и эту игру точно так же вывозит, мне кажется, у меня было бы абсолютно так же. Так что это еще как бы не считается. Это еще не совсем фризики. Так что, ребята, проходим потихонечку, помаленечку. Так, если я буду бегать быстро, они меня спалят или не спалят? Давайте попробуем разбежаться. Да нет. Он меня спалил уже только, когда я лицом к нему повернулся. Ребят, как вам вот эта замедлялка? Вот эта функция новая, которой точно не было в Razerhood? Вот пишите в комменты, но мне кажется, что это что-то лишнее, мне кажется. Она тут, мне кажется, ни к чему. Ну и в то же время не сильно-то мешает. Так что, как-то так, ребят, как-то так. Так, стоп, а мы же вроде откуда-то сверху пришли, да? А что если сейчас вот сюда побежать? Мне кажется, что надо сейчас поговорить с этим челом и как раз вот сюда и, короче, нам и придется бежать. Может, тут станет открыто, типа. Не знаю, но мы по-любому пришли откуда-то сверху. Так, давайте снова заберемся. Да, мы пришли от Сунам. Всех тут нейтрализовали очень скрытно и самое время с ним побеседовать. Пощади, я простой человек, у меня семья. Да, мы видим. Что ты здесь делаешь? Копаю. У меня год ушел, чтобы найти эту комнату, а потом я еще три месяца пытался проникнуть за дверь. И у тебя не вышло. Никак не поддается. Этот камень прочнее стали. И не поддастся. За дверью лежат сокровища куда ценнее, чем все золото мира. О, изумруды, алмазы. Нет, ценнее. Здесь есть скважины. Где ключи? Темплиеры нашли один под дворцом атаманского султана. Про остальные верно написаны в их книжице. В какой? Вроде дневника. Этот чертов капитан постоянно носит его с собой. Ступай домой. Найди другую работу. Ой, я бы с радостью ушел отсюда, но эти люди, они же убьют меня. Собирай вещи. Так, некий дневник. В мысе автамплиеров привел некий таинственный дневник. Отащите капитана тамплиеров и заберите у него дневник. Ладно, для полной синхронизации не провалите ни одной слежки. Принимаем. А ты, бедолага, ступай. Мы дали тебе денег немножко. У нас их всего-то там сто было. Сто флоринов. А, кстати, непонятно, почему у нас как было, так и осталась соточка. И вообще заметил кое-что интересное. Уже у нас тут не флорины, а какая-то буква А. Ну, похожая на букву А. Не знаю, что это означает. Сто долларов. Нет, это точно не доллары. Я забыл, как называется этот город, в котором будут происходить действия Assassin's Creed Revelations. Наверное, вот название города, типа, вот эта первая буква, это как бы в честь названия города. Типа, если Стамбул какой-то, то, по идее, 100 Стамбуль у нас или что? Я реально не помню, как называется город, в котором происходят действия. Assassin's Creed Revelations? Может быть, Стамбул все-таки есть? Но! Ну, тут какая-то буква А. Поэтому, давайте, я буду просто говорить, что у нас 106 денег. Вот, врезануло что-то. Ну, это был, опять же, какой-то маленький фриз, но, блин, уже как-то неприятно. Что, такая дичь происходит? за окном все по-прежнему снег. Кстати, смотрите, если отойти от окна, то вроде снега нету. Ну, так, чуть-чуть там что-то вроде есть, если еще дальше отойти, то вообще ничего мы там не увидим. При этом, если подойти впритык, то сейчас, смотрите, как много снега появится. Во, прям вообще все в снегу, прям метель. Отходим, и опять снега нету. Так, это все тот же самый Массиафи с первой части. Смотрите, какие-то книги, это что, почему они светятся? Что происходит? По-моему, опять какой-то микрофриз был, нет? Во, мне кажется, я в детстве здесь не бегал. Мне кажется, я сразу ушел на выход к чекпоинту. Так, а в детстве я этого не делал. Смотрите, я вообще не знал, что тут можно подойти к этим столикам каким-то, нажать на shift, что-то нам покажут. Смотрите, как вот Альтеир тут что-то стоит. Призрак Альтеира. А что-то делает вот в окно тут выпрыгивает. Но мы-то так сделать не можем. Я не знаю, к чему это вообще. Ну вот, это, видимо, то самое, про что я говорил, да, типа, было неплохо, было бы разработчикам неплохо сделать какие-нибудь приколюки, приколюки для таких самых любопытных игроков, которые не просто сразу бегут на чекпоинт вставать, а любопытствуют и исследуют локацию. Ну вот они, приколы-то. Все-таки они тут есть. Небольшие прикольчики вот такие вот. Только не понимаю, к чему они нам просто показали какой-то призрак Альтеира и все. И у меня уже двадцатый раз фризануло, да, сто процентов фризит. Опять. господи, как я это ненавижу, я не знаю, что с этим сделать. Ассасин не должен получить эту книгу. Когда мы встретимся с Леандром, мы выведем его из деревни. Вы пойдете сзади и убедитесь, что за нами не следят. Ребята, вот я только что говорил, что там что-то еще вроде нормально, что какие-то микрофризы, это еще ничего серьезного, но начались уже жесткие фризы. И, господи, как я это ненавижу. Вот реально купил мощный ПК, чтобы наблюдать вот эту дичь. Ну что за фигня? И вообще, почему они то есть, то их нет. Вот я играл только что, все было нормально, минут 30 вот уже игра. И бас, все, каждую секунду уже начались фризы. Вот опять. Давайте попробуем перезайти, я не знаю. Что ж, ребят, ладно, я продолжаю спустя, наверное, где-то час. Где-то целый час реального времени прошел, я закрыл игру, сразу же начал снова-таки лазить в ютубчики, смотреть всякие разные туториалы на тему ПК, которые вроде мощные, а вроде бы фризят почему-то. Ну и потратив час реального времени, я так ни в чем и не разобрался. Ну то есть, как обычно, может быть, какая-то информация в голове отложилась, может быть, даже не может быть по факту, я стал знать больше, чем знал буквально час назад. Но, грубо говоря, все, что я узнал, это как можно там, допустим, посмотреть какие-нибудь характеристики твоего компьютера, там, допустим, более подробные какие-то характеристики, да, убедился, что вроде бы у меня действительно заявлены везде там всякие частоты, оперативка, все вроде включено, все вроде работает на максимум. Ну а в чем еще, может быть, дело, я, честно говоря, не знаю. Вот опять же, блин, у меня там почему-то, если зайти в CPU как-то Z от MSI, какая-то прога, короче, если туда зайти, я, может быть, прямо даже скриншотик поставлю. В общем, у меня там написано X8, хотя видеокарта воткнута в материнке, в слот, который должен поддерживать X16, первый поддерживает X1, то есть туда лучше ничего не вставлять, я не знаю, для какого функционала вообще это создали. Дальше X8, а дальше X16 разъем, у меня, соответственно, воткнута видеокарточка в X16 разъем, но при этом написано, что видеокарточка работает на X8, это странно, я вот не знаю, как правильно вообще выразить свои мысли, я при монтаже просто буду вставлять картиночки, чтобы вы понимали, о чем я, так что, надеюсь, вы поймете, о чем я, то есть у меня почему-то X8, но опять же, даже X8, это еще не все так ужасно, если и фризит, то точно не из-за этого, и я не знаю, почему фризит, реально, в этом ПК еще сидеть, пыхтеть и разбираться еще очень долго, так я и не решил эту проблему, вообще, я очень огорчен, разочарован, и вообще, зол на все на это, то, что, блин, я купил новый комп, и по идее, ведь все ведь работает, по сути, да, вот смотрите, я зашел, вот сейчас, спустя целый час, фризов прямо сейчас нету, наверное, через минут 30, они снова появятся, и вот почему так, блин, почему так, в компьютере ничего не перегревается, вот если кому интересно, почему-то что-то вот подводит мой ПК, всю мою вот эту мощную систему, что-то, что-то дефектное, в общем-то, подводит, а может быть и не дефектное, а просто, как-то неправильно настроенное, я не знаю, ребят, я реально не знаю, вот бы узнать, чтобы решить, разрешить, все эти проблемы, так, я уж хотел просто так прыгнуть в сено, но знаете, что нам надо сделать, нам надо сейчас, видимо, использовать парашют, а как это сделать, а типа, вот я прыгнул, и ничего не нажимаю, он его сам раскрыл, окей, а что это там за фиолетовый пиксель, сейчас на экране был, вы видели, я сначала, я хотел об этом сказать, я прямо-то же покажу вам, что я сейчас имею ввиду, короче, я хотел сначала сказать, ребят, а что там за фиолетовый пиксель, а потом подумал, да нет, раз он так долго не пропадает, возможно, это какая-то нормальная текстура, но она пропала, то есть все-таки, это реально была какая-то дефектная текстура, что это сейчас было, при монтаже покажу, там было на экране что-то фиолетовое, очень долгое время было, я думал даже, что это уже ковер какой-то фиолетовый, но нет, когда мы подлетели поближе, он пропал, так, пока что не фризит, вот, вот что произошло в моем компьютере, вот почему он начал фризить, где-то спустя 30 минут, когда вот мы играли, да, первый раз, он начал жесть как фризить, вы сами видели, я вот сейчас полазил в ютубчике, игру закрыл, посмотрел всякие туториалы, на разные темы, про всякие PCI-экспрессы, по видеокарточке туториалы, по процессорам туториалы, по оперативной памяти, всякие туториалы, по всем девайсам, как их можно протестировать, проверить, на каких частотах они работают, работают ли они на максимум, из-за чего вообще у людей возникают проблемы с ПК, самые разные проблемы, ну, впитал какую-то информацию, но так для себя ничего особо не подчеркнул, и в итоге ничего особо и не сделал, просто проверил, на каких частотах у меня все работает, и работает ли вообще, может быть, может быть, я воткнул, а что-то не работает, по крайней мере, не работает на всю мощь, всем все ясно, простите, капитан, но нет, все работает, вперед, 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 так ты же, злодюга, стоять, ого, это было мощно, так, что такое, 100% синхронизация достигнута, это, конечно же, хорошо, я там опять с вами, блин, рассказами о ПК, о глюках, и прочем, перебил вот этого чела в сцене, так, о, вот это я вообще уже забыл совершенно, так, как тут управлять, капец, что я такой резкий, вы посмотрите, что я такой дерганный, ёбисов, ну, я, конечно, все понимаю, 2011 год, но, ну, блин, ребят, ну, вчера вышло видео на тему, как я играл в эпизод Фром Либерти Сити, GTA-шка 2009 года, мне кажется, там все намного лучше, Rockstar в отличие от вас, старались уже даже в те годы, старались больше, реально, что это такое, я, я какая-то рыбка Немо, блин, просто, блин, плаваю по этой земле, реально, как это работает, ау, ау, может, это из-за большого количества фпс, а я же ограничитель-то не выключил, точнее, не включил, точнее, не включил, да, то есть он у меня отключенный, ограничитель кадров, и может быть, это из-за большого количества фпс, ты, господи, как это делается, и вообще, почему я такой резкий в натуре, там, видите, что ты делаешь, так, 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 какие кнопки надо сжать, почему я, не получается управлять этой, типа, вот я жму влево, а, можно, а, я понял, я понял, можно не только уворачиваться там влево, вправо, надо, даже не то, что можно, надо, ребята, в первую очередь, надо делать, мы просто обязаны этим заниматься, короче, надо ползти, как можно ближе к этому челу, но что-то он застрял, по-моему, он уже не ползет, твою мать, я сейчас сдохну, так, аккуратней, 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 блин, это больно, оу, ноу, она еще больше разорвалась, но, я не могу, я не могу, он дальше, он дальше не ползет, а почему-то, кстати, реально, а почему, блин, ну что ж такое-то, может быть, это из-за большого количества кадров, он не ползет дальше, я кажется, понял, кстати, во время удара, я еще и назад откидываюсь, по этой веревке, короче, я, блин, не понимаю, то я жму вправо, и он резко, не просто разворачивается, он прям, отлетает вправо, резко, то я жму, и ничего не происходит, мы все-таки ударяемся, он кажется, он, кажется, начал ползти, дальше, в этой веревке, ну я же жму, ну я жму, чтоб, не ударяться, короче, а он ударяется, давай, давай, мы уже почти, уже почти, почти прошли, или он опять не ползет, да твою мать, да чтоб тебя, я опять ударился, оу-ну, 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 пожалуйста, заползи уже, на эту карету, оу-е, ес, ребята, это победа, просто, ес, просто, оу-у-ну, да, ближе, живей, кстати, ребят, все забыл, этого я всего уже не помню, если честно, хотя, как видите, в игру заходил вроде в восемнадцатом году, да я и так могу вам сказать, что я и в девятнадцатом в игру заходил, в девятнадцатом году, и даже, по-моему, в двадцать первом году заходил, но, а может и не заходил, все-таки, вот не знаю насчет двадцать первого года, я помню, что я ее качал, я может быть даже хотел зайти, но может быть, я так и не зашел в нее, вот в чем прикол, точняк, я вот говорю, что, вот с полной уверенностью в начале видео говорил, что я заходил в Assassin's Creed Revelations в двадцать первом году, где-то в ноябре, но нет, вполне возможно, она у меня была скачена, но я в нее так и не зашел, я точно могу сказать, что заходил в Assassin's Creed 3, да-да-да, а в Revelations я ее лишь скачал, я хотел зайти, но так и не зашел, все, да, вспомнил, а это что значит, это значит, что последний раз я в эту игру играл, и полностью ее проходил, лишь в девятнадцатом году, не знаю, что там за сейф такой восемнадцатого года, вот этого я точно не помню, но помню точно, что играл в девятнадцатом году, и даже полностью прошел эту игру на русском уже, а до этого в детстве, наверное, я проходил полностью только на английском, то есть даже когда уже появился официально русский, русификатор и все такое, мне кажется, я игру уже не проходил с русификатором, не перепроходил, блин, он опять нас сейчас столкнет вот сюда вот, и, и почему вот это происходит, я понять-то не могу, но, что так сложно, в таких моментах мне всегда кажется, что это из-за большого количества кадров, вот стоит включить вертикалку, и мне кажется, что все будет иначе, а, вот, наверное, вот так вот заманивать надо, да, то есть, сначала вот так вот толкаешь его к карету, вот так вот, а потом заманиваешь его вот куда-то сюда, то есть, надо, короче, по левой стороне ехать, но сейчас мы его точно уже не заманим, надо вот так вот делать, все, кажется, я разобрался, даже не то, что заманивать, наверное, просто уклоняться, блин, 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 ох, что это занесло, вот это нас занесло, во, кажется, ребят, я, кажется, немножко разобрался в механике, возможно, это я тупил, а FPS тут ни при чем, а что там за маршрут куда-то налево был, мы этого уже, походу, не узнаем, сдохни, золочь, сдохни, золочь, очевидная игра от Ubisoft, где происходят какие-то погони на каретах, вот реально, я не играл в Принц Персии до Двух Тронов, который выходил, да, то есть, я играл в детстве в обычном Принц Персии самая первая часть вот этой трилогии, да, The Sands of Time, или как там, The Sands of Time, то есть, Пески Времени, в общем, самая первая часть Принца Персии, игра, да, 2003 года, в следующую часть Принца Персии я не играл, 2004 года, а вот Два Трона, думаю, сами знаете, моя любимая часть Принца Персии вот в этой трилогии, и там были скачки на каретах, читаю, в Assassin's Creed 1, я не знаю, были скачки на каретах или нет, но может и были, скорее всего, в Assassin's Creed 2 точно скачки на каретах были, в Brotherhood, не помню, и здесь снова скачки на каретах, у Ubisoft, что не игра, то скачки на каретах, он одной ногой в могиле, добейте его, принесите мне его голову и сами бросьтесь в пропасть, так, раненый орел, капитан Тамплиеров бросил вам вызов, а нет, он бросил вас умирать, найдите и убейте его, после чего заберите дневник с очень важной информацией, убейте не меньше пяти стражников из стога сена, это очень важно, да, то есть нам надо прятаться в стогу сена и убивать их именно из сена, но этих-то мы никак сейчас не убьем в сене, это надо, то есть, в смысле, скрытно делать, опять это замедлялка, ну, прикольно на самом деле, когда давно не играл, такое как бы новшество, прикольно, прикольно, да, но больше всего я рад не какой-то там замедлялке, а боевке, которая, к счастью, сохранилась, и может быть даже, наоборот, улучшилась, даже не просто сохранилась, может быть даже тут больше каких-нибудь приемчиков интересных, и больше всяких анимаций мы увидим, чем в Бразер Худе, но одно могу сказать точно, что она здесь не хуже Бразер Худа, то есть, это как бы та же самая боевка, они ее, можно сказать, не меняли, либо если что-то изменили, чуть-чуть совсем, да, может добавив просто больше изменений есть, то однозначно в лучшую сторону, так, вот нас обучают обнаружению, то что мы можем, короче, сперлиться, так как, как с пистолета-то стрелять, окей, все понятно, вспомнил, букву Е надо зажать, давайте мы теперь его ограбим, пожалуйста, верните диски порох, ну неплохо, конечно, но мне бы пульку какую-нибудь вернуть, от пистолета, кстати, у нас их стало три, помните, было две, так, о, пофризануло, ну это был микрофризик, ну как правило, с микрофризов все и начинается, весь трешак, вот так тебе, друг, сори, но, это наша работа, ничего личного, так, эту миску я помню, да, да, эту миску я помню, эту ностальгическую миску, вот с этого-то и начинается ностальгия, Assassin's Creed Revelations, в сегодняшнем нашем видео, давайте мы скроемся в сене, как раз вот он нас, он что-то заподозрил, он, кажется, нас видел, короче, скроемся, сейчас сделаем вот так, надеюсь, эти челы ничего не поняли, можно даже и их заманить сюда, да, 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 дружище, ну тебе не пока, стоп, ну что такое, давайте деньги разбросим, разбросаем, так, ребята, что насчет монет, бесплатных монет, ребят, 10 баксов я тут разбросал, вам что ли неинтересно, так, молодец, 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 ты все правильно понял, это была не птичка, тебе не показалось, вот так вот, друг, что насчет тебя, эй, друг, да, тебе тоже не показалось, нифига себе, оно так быстро заполняется, ну, кстати, вот этот треугольник над головами этих стражников, он изменился, это 100%, наверное, в Бразерхуд, и во второй части он был другим, он как бы не менялся ни во второй части, ни в Бразерхуд, а вот здесь изменился, по-моему, он уже стал немножко иным, так, окей, заманиваем еще одного чела, мы, кстати, раненые, ходим, скорчившись, у нас, сказать, аптечка-то есть, а вот и нету, поэтому мы и ходим, вот так вот, скорчившись, от боли, да тебе не показалось, вот же я, ну, что ж такое-то, братанчик, ссори, ссори, конечно, я не могу быстро бежать, он сейчас вылезет из сена, стоп, я, я в сена по-быстрому, потом я, может быть, вот так вот сделаю, блин, нет, не так, пока они не сдохли, короче, вот что, если я их вот так подниму, как-нибудь, поднесу к сену, да, а потом в сену спрячусь и убью, во, вот так можно, да, по ходу делом, отлично, и вообще у меня, по-моему, снова фрезануло, так, дружище, пока ты не умер до конца, хватит тут уже махать своим мечом, давай-ка в копилочку трупов у сена, подбирайся к нам поближе, ну блин, он уже умер, твою мать, действие яда, короче, закончилось, так, ну тут по-любому будет еще одно сено, на самом деле, разработчики явно не ожидали таких проворливых игроков, как я, в этой игре, что вообще вот найдутся такие безумцы, какие-то экспериментаторы, мать их, которые будут вот так вот вытворять вот такую дичь, ну явно не так надо выполнять этот челлендж, типа убить не меньше пяти страшников из сена, явно не так этот челлендж выполняется, то есть тут наверняка очень много сена будет в этом городе, у нас будет возможность пройти на 100% синхронизации, давайте посмотрим, что там вообще по трупам, убить они меньше пяти страшников, ну тут не написано, что мы уже четверых так-то убили, но по факту, да, мы их уже убили вообще-то, вот такая тут атмосфера, реально все просто потрясающе, ностальгия просто зашкаливает, то есть мне мало того, что нравится вся эта движуха, вся вот эта атмосфера, какой-то зимы, горные местности, вот в таком вот городе, мы типа должны кого-то скрытно сейчас убивать, так еще и это все, настолько сильно пропитано ностальгией, ребята, с ума сойти можно, насколько это все круто, просто так и охота играть, и играть, и играть в эту игру, полностью даже ее проходить, снимая что-то на видео, но единственное только, сейчас, естественно, я этим заниматься не буду, то есть это просто вот такой вот один-единственный вступительный видос на тему, как играется в 23-м году в Revelations, просто заходим, ностальгируем, но полностью, ребята, не проходим, полностью, если я и буду проходить эту игру и записывать это на видео, что-то, я не знаю, может эксперименты, может полное прохождение, я еще даже не знаю что, короче, если это и будет когда-нибудь, так, вот пятый стражник, все, мы выполнили 100% синхронизацию, короче, если это и будет, то попозже, потому что мы еще в Brotherhood не закончили, экспериментации, вот эти вот, последний раз в Brotherhood я играл и экспериментировал на видео, что-то вот в сюжете, получается, в 22-м году летом, где-то в июле, да, последний видос опубликовался, может быть, в августе где-то, и все, с тех пор вот я заходил только, когда купил ПК, в этот видос уже наверняка видели на тему, как играется в 23-м году в Brotherhood, и Brotherhood мы еще так-то не прошли, так что и до Revelations'а нам еще далеко, не скоро будут видосики, тем более, что ПК-то надо все-таки привести в порядок, пока что он явно в каком-то беспорядке, типа вот я играю и играю, вроде все хорошо, да, а потом как-то начнет фризить, и вот сиди и гадай, из-за чего это дичь. Внимание, запретная зона, убей его, почему мы до сих пор хромаем, когда уже мы раздобудем аптечку и исцелимся. Да, Поехка, просто великолепно, Боу, такого ударчика я в Brotherhood не помню, вы это видели? Вот этот последний удар, вот этот последний удар, типа он развернулся к нему спиной и мечом как-то в голову, в общем, это было потрясающе, ребята, я просто похлопаю, насколько это круто. Такой анимации в Brotherhood, по-моему, еще не было. То есть какое-то определенно новшество это у нас сейчас тут было. На экране, блин, я там видел, что я там видел? Мне не показалось, вот смотрите, какая-то подсветка. Я лазить по стенам не могу. Фак! А что если попробовать метнуть вот этот дротик отравленный? Все отлично. Чтобы не спалиться, давайте мы его травим. И вот этого чела мы тоже отравим. Все, замечательно. Окей, и сможем вернуться назад. Че это? Я что-то тут пропустил? Вау, это же деньги! Неплохо, сколько там? А, это не деньги. А, это всего лишь лекарство. Ну, неплохо, все равно. Вот, все, мы исцелились. Это вообще сюжетное лекарство, то есть я, по идее, просто был обязан обнаружить этот сундук и подобрать его. Если бы я его сейчас не обнаружил, то, мне кажется, я бы сейчас и не смог тут куда-то глобально продвинуться и пройти вообще, где-то тут пройти вот эту часть задания. Вообще, мне кажется, если мы сейчас спалимся, то вдруг здесь синхронизация будет? Тут какая-то запретная зона. Типа, хотя, не знаю, мы вроде этих чуваков-то только что повалили, спалившись. Но, не знаю. Хотя, стоп, может быть, можно палиться или нельзя? Давайте посмотрим. Для полной синхронизации все, что надо было, это убить пять стражников из 100 гасина. теперь надо просто добраться до Леандра, капитана Тамплеров, и прикончить его. То есть, ничего не сказано про то, что мы должны сделать все скрытно. Вот, смотрите, давайте спалимся, да? Все нормально, на десинхронизация не наступает. Отлично. Сможно, ребята, полиция до 100%. Вон он! Вот так тебе. Как же потрясающе, ребята. Игра просто сногсшибательная, просто охерительная. Кстати, в детстве я не так хорошо высказывался, не так лестно высказывался про вот эти новые части Assassin's Creed. Я как полюбил вторую часть, да, так вот, как вот в этой вот небезызвестной поговорке, да, влюбляемся мы только раз, а дальше ищем лишь похожих. Здесь вот то же самое. Я, кстати, не верю в это, что мы влюбляемся только раз, а дальше ищем лишь похожих. Ну, есть такая пословица, да? Но в детстве было именно так. Я вот, получается, полюбил вторую часть Assassin's Creed, первую потом вот поиграл, мне она вообще не зашла, еще бы, когда уже существовала Brotherhood, с чего бы это вдруг мне первая часть зайдет. 2007 года вообще не зашла, совершенно. Мне она не нравилась, что тогда, что сейчас, вот я в нее заходил в 23-м году, мне не очень понравилось, если честно. Там все как-то хромает. Боевка вообще отстой полный. Ну и так далее. Можно долго рассуждать, насколько она плоха и по каким пунктам она плоха. Я полюбил вот вторую часть, получается, да? И что хочу сказать, опять же. Хочу сказать, то, что после второй части я и от Brotherhood ожидал тех же впечатлений, что от второй части, и она во многом похожа на вторую часть, но все то новшество, которое отличалось от второй части, мною было воспринято как нечто плохое. Мне не очень-то заходили все эти новшества, я хотел видеть продолжение второй части, и, соответственно, все то, в чем Brotherhood отличалось от второй части, я воспринимал как нечто плохое. Соответственно, Revelations, она еще больше отличается от второй части. Assassin's Creed 3, вообще я считал ее говеной, но со временем чуть-чуть изменил свое мнение, наверное, когда уже Black Flag вышла, которая мне еще больше не зашла, я уже начал понимать, что нет, Assassin's Creed 3 восьмя неплохая игра по сравнению с Black Flagом. А дальше, вот с каждой частью, когда они там выходили, я в Unity уже даже не играл, когда она вышла. Вот в Синдикат я вообще не играл никогда до сих пор, на дворе 23-й год я до сих пор ни разу не запускал Assassin's Creed Синдикат. В Unity я впервые в жизни поиграл в 21-м году, а в Black Flag, вот как только она вышла в 2013-м, и мне она не зашла, я ее хоть и прошел полностью, но она мне не особо нравилась, это вообще уже нечто совершенно другое, чем Assassin's Creed 2, вот все то, что я полюбил, это уже очень сильно отличается от всего того, что я полюбил. Короче, я не понял, что делать, нам вот посюда карабкаться, да? Блин, что за фигня, подстава, я так не играю, все, я пошел его убью сначала. А потом уже заползем. Нафиг! Ребят, я так не играю. Ubisoft, которые хотели, чтобы я ползал, уворачиваясь от этих челов, идите в задницу, я их сейчас ликвидирую. Кстати, раньше я так не делал, я по-любому пытался проползти, уворачиваясь от их пуль. Сейчас я вот слез и пошли вы все в жопу, Ubisoft. Нафиг надо, я сначала вот так сделаю, а потом уже буду ползти. Все. Вот наблюдаю вот такую картину. Блин, что за фриз? Да, и вот такую картину тоже наблюдаю. Черт! И фризит, и я еще и падаю. Я, по-моему, с какой-то темой сбился. Опять фризит. Ну все, поехали, да? Поплыли. Началось, так сказать. Вот только что, ребят, смотрите, я уже 30 минут, наверное, снимаю, все было идеально. Опять 30 минут прошло и фризить начало. Что ж такое-то, Только что, все же нормально было. Ну, мой компьютер за 150 косарей. Будь ты, пожалуйста, доброжелательным в отношении ко мне. Ну не надо меня испытывать, мое терпение. И вообще, поменьше фризов, пожалуйста. Да и все, никак не сдохну. А ты, мне кажется, уже труп. Ты когда-нибудь заткнешься? Что-то сцена баганулась, по-моему. Старый пёс ещё не растерял зубы. Книга, где она? А, дневник Николо Поло. Она тебе уже не поможет. Мы нашли один из ключей Масиафа и скоро у нас будут и остальные. То, что находится в этой библиотеке, не предназначено тамплиером. Книги Аль-Таира, ты можешь оставить себе это. Нам нужны лишь указания, которые направят нас на пути к великому храму. Великий храм? Это что ещё? Говори. Реквестка ин пачи. Бастардо. Мазафакер. Чёртов. Кстати, Покойся с миром заменилась на реквестка ин пачи. По-моему, в Бразерхут он тоже постоянно говорит реквестка ин пачи на русском. То есть он как бы иностранную фразочку говорит на русском. Реквестка ин пачи. Это яблоко. Просто удивительная вещь. А материал лёгкий, но прочный, как сталь. Ты уверен, что не натворишь глупостей? Да. Абсолютно. Я очень долго ждал момента, когда заполучу одно из них. Ты пугаешь меня, Билл. Хватит. Да ладно. У меня нет нужных генов, чтобы использовать его. О, а Дезмонд у него есть? Пять фризонного. Дезмонд, Майлз. Военнопленный. Абстерго Индустрии. А теперь еще и просто пленный этого острова. И что сейчас произошло? Ты сунул нос куда не следует. Вышел за пространство Дезмонда. Как только Анимус нашел тебя, он затащил тебя обрабра. Он просто выполняет команды, как программа защиты от сбоев. Пытается сохранить твою голову целой. Ну, а ты что здесь тогда делаешь? Играю, учусь и жду. Долго жду. Я изо всех сил пытаюсь отвлекать Анимус, чтобы ты мог осмотреться. Иначе он может поступить с тобой как с вирусом и удалить тебя. О, мой ангел-хранитель. Ангелов не бывает. Да, я... Спасибо. Ой, спасибо за все. Так, я вообще пассать хочу, ребят, сорян, я сейчас приду. Так, ребят, продолжаю. Все, я пришел. Погнали! Окей. Дорогая сестричка, на Масиаф напала целая орда тамплиеров. Я знаю, что им нужно. Они ищут секреты библиотеки Альтаира, которые, как им кажется, приведут их к некому великому храму. Не знаю, правда ли это, но я знаю, что библиотека существует. Я сам видел ее двери, но войти туда нельзя. Нужно пять ключей, которые больше трехсот лет назад были отправлены в Константинополь с Никола Пола. Я должен найти их, Клаудия. Один из них уже у тамплиеров, я не знаю, насколько трудно будет разыскать остальные. Время покажет. Константинополь. Константинополь. вот так вот. И деньги у нас все равно почему-то на букву А. Что бы это значило? Великолепный вид. И будет еще лучше. Второго такого города в Европе не найти. Ну, если быть точным, то Европа там. А там уже Азия. Да. Границу с твоей атаманом не под силу. Таких мало. По выговору ты итальянец, но у тебя странное платье. Ты долго странствовал? Си. Да мольту темпу. Я покинул Рим год назад в поисках вдохновения. Эти поиски привели меня сюда. В детстве отец рассказывал мне истории о падении Константинополя. Хочешь сказать о завоевании Стамбула? Истории могут сильно меняться в зависимости от рассказчика. С этим я согласен. Гузел. Стамбул город, где каждому найдется место. И ученикам вроде меня, и странникам, как ты. Стамбул. Все-таки какой-то Стамбул. Меня ждет куча работы. Но я рад вернуться домой. Работа? У меня в твоем возрасте были совсем другие интересы. Сальва. Ну и ну. Странно, что ты хоть что-то успевал. И мама удивлялась. Приятно было поговорить с тобой, Беофенди. Надеюсь, ты не соскучишься в нашем городе? Я надеюсь. Сударыня, позволите? Грация, юноша. И ученый, и джентльмен. Ты полон сюрпризов. Да ладно тебе. Эксик, олмайн. Ходжгельден, Кардышик. Если легенды не лгут, с тобой-то я и ждал встречи. Почтенный мастер-наставник. Эцио аудиторре де ла-ла-ла. Преку. Мы знакомы? Извини, я так и не запомнил эту итальянскую билиберду. Да, Ференция. Город, где я родился. А, да. Значит, по вашему обычаю я зовусь Юсуф Тазимда из Стамбул. Неплохо. Стамбул? Еще одно название города? Эбет. И самое расхожее. Идем, наставник де Ференция. Я покажу тебе город. Окей, прудинг-контрольная точка. Сейчас вы не можете взаимодействовать с магазинами. Пишут, я, кстати, думал, что миссия начнется автоматически, но нет, у нас даже есть выбор побегать по городу, по вот этому порту, или же начинать сразу миссию. Ну, давайте, я предлагаю немножко сначала побегать. Посмотреть вообще, какая территория нам доступна. Да и вообще, давненько я здесь не был. Опять фризануло, мать твою. Все, ну, нафиг. Это даже хорошо, что нам предоставили выбор сразу не начинать миссию. Я сейчас перезайду в игру, потому что, по-моему, если перезайти, то они минут на 30 все-таки пропадают. Не знаю почему. Хотя, опять же, я и не знаю, пропадут ли они, если я сейчас сразу перезайду в игру. Может быть, надо перезайти и, типа, что-то поделать, вот как я вот только что-то делал, то есть я не просто перезашел, я вышел из игры и начал в ютубчике лазить. Прошел где-то час времени, может быть, где-то. И только после этого я зашел снова в револейшнс, вот продолжаю записывать и начало фредить, короче. Ребят, вот если вы вшарите в компьютерах, ну, напишите кто-нибудь, ну, из-за чего эта хрень вам вообще может возникнуть? У меня DDR5 оперативная память вообще-то. Ну, то есть такая хрень очень часто распространенная, даже не то, что мнение, а рекомендация, что подобная хрень может возникать из-за того, что в компьютере нету SSD-шника и из-за того, что эта система как бы установлена на жесткий диск, хотя у меня система установлена на SSD-шник, который у меня есть, да, причем формата M.2, то есть это более современные SSD-шники, более какие-то скоростные, скажем так, более хорошие, да, чем просто SSD-шник. У меня SSD-шник формата M.2, Windows установлен 2D, и что еще могу отметить? Ну, и многие еще говорят, что, типа, подобные фрезы, ну, вот многие в интернете говорят, что подобные фрезы могут возникать из-за того, что нету мощной оперативной памяти, то есть оперативная память всего там, допустим, не знаю, на 4 гигабайта какая-нибудь, ну, какая-нибудь слабенькая. Ребят, у меня аж 32 гигабайта оперативной памяти, да еще и DDR5, то есть новая DDR, получается. До этого была только DDR4, которая в стоковом состоянии, так сказать, в стоковом режиме работала с частотой максимальной, что-то там, по-моему, 3200 гигагерц, да, может быть, можно было разогнать до 4000 гигагерц где-то, вот, а здесь DDR5, она в стоковом состоянии, то есть без всяких разгонов работает с частотой 5200 гигагерц, короче, очень мощная, очень скоростная оперативная память, все на высоте, и вот подобная лажа возникает, то, что как бы может даже фризить, хотя вот из-за чего, реально, память в компе установлена, она не бракованная, она выдает те частоты, которые были заявлены, все вроде хорошо, как бы да, получается, все установлено, и все работает на тех частотах, которые и заявлялись производителем, все как бы окей, ну, вроде бы, по цифрокам все окей, на практике вы сами видите, все не очень-то окей, бывает, бывает, какие-то нестабильные фризы, о, кстати, вот у нас сейчас клинка нету, крюка, давайте попробуем, во-первых, смотрите, мы тут какой-то сундук нашли, какая-то растяжка, четыре, ну, тут ничего не прибавилось, это просто ингредиент, во-вторых, а что если мы сейчас воспользуемся вот сразу заранее этой херней, ничего не будет, да, да, блин, вообще ничего не будет, вообще ничего не будет, он просто не зацепился, и все, потому что у нас нету клинка, крюка, кстати, заметьте, опять же, новшество, карта стала черной, менюшка тоже такая сейчас стала черной, раньше это все было белым, в основном, да, а сейчас она стала, короче, черным, вот это все, менюшка черная, загрузка там, мы бегаем по какому-то черному коридору, карта стала какой-то черной, везде все, короче, вместо белого стало черным, и стражники вместо красных теперь оранжевые, такие мелочи, которых я раньше в детстве особо сильно не подмечал, скажем так, мое подсознание чувствовало разницу, я не мог сказать, в чем конкретно различия, но я их чувствовал, и мне они, они нравились, все, что отличается от второй части, мне в детстве не нравилось, а вторая часть, это была неким фаворитом, неким идеалом, на который надо равняться всем новым частям ассасина, но кто ж прислушается к мнению какого-то школьника, у Ubisoft свое мнение на этот счет, и каждый раз они пытаются в свою новую часть от Сатинскрида привнести что-то новенькое, не повторяться, и стараться каждый раз делать какие-то новшества, какие-то разнообразия, поэтому вот такие дела, ну что ж, ладно, мы немножко побегали по городу, давайте мы сейчас перезайдем в игру, может фризы пропадут, можно даже попробовать позаписывать еще немножко на SSD-шник, то есть получается, что игру я установил на SSD-шник, ну как видите, точно не помогло, а вот запись, может быть, дело у меня в жестком диске, да, и вот если это так, как это можно выяснить, а можно попробовать сейчас записать еще один кусочек видео, то есть я сейчас выйду из игры, зайду снова, и уже третий кусочек видео буду снимать на SSD-шку, потому что прямо сейчас все-таки у меня жесткий диск, он задействуется системой, я на нее, на жесткий диск, в смысле на него, веду запись, видео пишется на жесткий диск, хоть и игра установлена на SSD-шник, система тоже установлена на SSD-шник, давайте попробую сейчас и запись тоже вести на SSD-шник, хотя это неправильно, я вообще не люблю так делать, SSD-шник надо стараться держать для системы, и всяким хламом по типу видео, которое сегодня есть, завтра я его смонтирую, послезавтра я его удалю, короче, SSD-шник лучше таким дерьмом не засирать, только программы и систему можно устанавливать на SSD-шник, ну такая некая рекомендация, очевидная, хотя может для кого-то это не очевидно, но вот сейчас немножко позаписываю на SSD-шник, посмотрим, будут ли какие-то изменения, может фрисы пропадут, ну что ребята, перезашел в игру, только что вот буквально минуту времени на это потратил, вышел из игры, зашел в боднягам, поставил, чтобы видео, ну то есть выставил параметр, чтобы видео записывалось не на жесткий диск, а на SSD-шник, хотя кстати, чекнул, сколько вообще идет запись, я уже полтора часа записываю, эта рубрика, конечно, всегда получается такой длинный, затянутый, на час, а то и полтора, ну на два часа еще не выходило, конечно, ни разу, и сейчас я и не собираюсь делать этот видос с двухчасовым, нафиг надо, но еще немножко-то позаписываю, и так что быть, давайте вот проэкспериментируем, вдруг будут фрисы, если будут, то я уже хотя бы, опять же, со спокойной душой буду понимать, что дело не в жестком, не в жестком диске, если и сейчас будут фрисы, запись ведется на SSD-шник, а вообще, я не люблю записывать на SSD-шник, засирать его, лишний раз повреждать тем самым, да, ну не то, что повреждать, ну да, как бы, и быстрее, он будет таким образом изнашиваться, а зачем это надо, а вот, непонятно зачем, то есть можно купить, например, если у тебя дохрена денег, можно купить вместо жесткого диска второй SSD-шник, один для системы, а вот другой как раз-таки для создания видеороликов, и да, в таком случае, конечно, будет потрясающе, если у тебя не жесткий диск будет, а два SSD-шника, но все равно, один лучше не засирать, на котором система, а вообще SSD-шник намного лучше, чем жесткий диск, намного быстрее, особенно SSD-шник формата M2, это новый формат, которого раньше не было, вот сейчас появился еще какой-то новый формат SSD-M2, так называемый, и именно он-то и у меня вот в этом вот новом компьютере куплен и вставлен, и короче, погнали, ребят. Пока что фризов не наблюдается, но я только что в игру перезашел. Давайте пройдем вот эту последнюю миссию, и на этом ролик завершим, потому что он и так уже полторачасовой, мастер-ассасин Юсуф, это Зим, так его зовут, тепло встретил вас по прибытии в Константинополь и хочет показать вам город. Познакомьтесь с ним получше и осмотрите город. Для полной синхронизации не дайте далеко, а, точнее, не отходите далеко от Юсуфа. Это район Галата. Много веков он был пристанищем всякого сброда со всего света. Более разношерстного района в городе не найти, поэтому ассасины обосновались именно здесь. Хотелось бы взглянуть. Хисен Ликла? Братство будет счастливо видеть того, кто покончил с самими порчами. Нажмите Space при ходьбе, чтобы идти быстрее. Что я здесь? Ну, ваша война с тамплиерами не осталась незамеченной. Ну да, на Space он быстрее идет. Я вообще не помышлял о насилии. Я искал мудрости и знаний из библиотеки Альтаира. Не предполагаешь, что она 300 лет как закрыта? Нет, такое я предвидел. Но не ожидал, что ее охраняют тамплиеры. Неудачно, да? А пять лет назад у них тут почти не было влияния. Так, жалкая кучка с мечтами о реставрации византийского трона. Но с каждым днем их становится все больше. Время султана Боязида уже на исходе. Они точно что-то устроят. А что, у султана нет наследника? Не один, целых два сына. Я не терпеть друг друга не мог. Все. Тамплиеры и оттаманы, наверное, не дают вам скучать. Нет, сэр. Мне даже некогда почистить самлю. Че-то было. О, ма, гаш. Ребята, что за ловушка? Что за хрень происходит? Какое-то нападение из того, не всего. Мать твоя! Подкрепление? Нет, нет. Что такое? Византия мертва, как и ты. Весь город вышел встречать тебя, Этсо. Сперва регенты, теперь крысы. Атаманские солдаты люто ненавидят византийцев. И кефь помогает продохнуть. Серьезно? Ну, вроде бы. Тебя убьют, если ты косо взглянешь на них. Но потом будут жили. Как мило. Да нет, все не так плохо. Впервые за долгое время ассасины стали силой в городе. Раньше было не так. При византийском императоре за нами охотились и убивали на месте. Так, ну, вроде диалоги закончились. Что хочу сказать? Скорее поспешим! А, стоп! Подождите! Надо же не отставать от него. Мы сейчас а то провалим эту синхронизацию 100%. Короче, да-да-да. Извиняй, друг, извиняй. Чуть-чуть встал. Ну, в принципе, мы уже пришли. Сейчас опять запустятся диалоги сцены и выговориться я не смогу. Просто хочу сказать, что в сцене была какая-то неплавность, но вроде это не фриз был. Ну, какая-то неплавность была. Я вот заметил, что-то какая-то хрень была. Просто прогрузка нормальная. Это нормально, наверное, было. Все-таки. Это и не совсем фриз. То есть, такая хрень была бы на любом пока, мне кажется. Ну, наверное. Не знаю. Я помню, что где-то тут будет сцена. Вот оно, логово ассасинов. Мы уже реально пришли. Да-да-да. Сюда. Вот оно, наше логово. Вот такое вот в револейшнсе. Ну и все, миссия выполнена. Сто процентная синхронизация. Войдите в штаб ассасинов. Это называется штаб ассасинов, а не логово. А, короче, мы пришли. Миссия выполнена. Все, вот такая простенькая миссия. Просто пробежка. С Юсуфом просто небольшой разговор. На нас совершили какое-то покушение. Хотели убить. Но мы, в принципе, справились. Плюс у Юсуфа тут какие-то поблизости ассасины были. То есть, он их призвал. Они, в принципе, его вместе с ЭЦО защитили. А мы смогли спокойно идти дальше по своим делам, разговаривая насчет города. И так далее. Да, то есть, просто общаясь. Ладно, давайте не медлить. Тут же запустим и вот эту миссию сразу же. Как она запускается? Я вот вроде что-то нажал. А, надо, чтобы запустить, надо войти внутрь. Юсуф тут вообще просто так теперь стоит. Ясно. Что если мы его ударим? Сразу, ребят, экспериментируем. Ясно. Понятно. Ничего не будет. А если мы его вот так вот отравим, допустим? Может, он отравится все-таки? Нет. Он на нем даже не сосредотачивается. Взять его тоже нельзя. Если нажать на shift, он его не хватает. А если выстрелить из вот этого пистолета с ядом? Вот чем будет. Ему хоть бы что. Наставник, поприветствуй свою семью. Салюты обои, а соседи. Отрадно встретить столько друзей вдали от дома. Видите, братья, наставник даже не стесняется быть сентиментальным. Не бойся. У меня это не войдет в привычку. По пути сюда на нас социо напали. Я хочу, чтобы вы прочесали весь район. Хэбэн! Да, Этсо. Твое оружие и доспехи в плачевном состоянии. Раздобудь деньжат и подлатай все, на что хватит. Тут поблизости есть кузнец. Он свой. Буоный, да. Исследовать и улучшить миссия называется. Снаряжение Этсо находится не в лучшем состоянии. Обойдите квартал Галаты и обновите его экипировку. Погнали! Так, покиньте штаб ассасинов. Вот такой вот штаб ассасинов. Кстати, хочу еще кое-что отметить. Что мне вот не нравилось в Револейшнсе. Во, фризануло, по-моему. Всегда рад видеть, наставник. Короче, такой вот у нас штаб теперь в Револейшнсе. Такие вот тут ассасины. И что хочу сказать? Возвращение, наставник. Наставник. Тебе тоже, тебе тоже не хворать. Точнее, здравствуйте, да. С возвращением мы что, вернулись? Мы, по-моему, тут впервые. Куда мы вернулись? Приветствую, почтенный. Почтенный. Мы аж тут почтенны. Респектабельный. Мир вам, наставник. Респектабельный наставник. Вот кто мы. Так, вот тут вот надо чинить, наверное, телепорталку. Вот эту вот телепорталку, которая появилась впервые в Бразер Худем. Ее надо, видимо, будет починить. Пока что тут мы можем просто побегать, полюбоваться на недоступные всякие вот эти книженцы. Рада вашему возвращению. На пустые полки, на которых потом, может быть, будут оружки и снаряжение наше. Что-то очень... В общем, что-то будет, может быть. А я так и не договорил. Всегда честь, наставник. Для меня тоже честь быть с вами, ребята. Одним из вас. Ассасином. Но! Мне в детстве не нравилось то, что вот все эти ассасины, они уже какие-то не ассасины. Самый главный плюс первой части, то, что там все ассасины в классическом белом снаряжении. И даже главный персонаж в классическом белом одеянии. У него классическое белое снаряжение. Assassin's Creed 2 в принципе такой же классический белый костюм. И мне даже немножко не нравится, что к прохождению, к полному прохождению сюжета мы нашего Эцу, в общем-то, облепляем какими-то жестянками, которые закрывают его красивое белое одеяние. И к концу игры он уже весь в каком-то таком коричневом, сером, всяком серебристого цвета какого-то снаряжения. И закрывает всю красоту своего белого ассасинского костюма. Вот в Brotherhood мне нравится новый костюм этот белого цвета, тоже поначалу. Но опять же, к концу игры вроде бы мы облепляем его точно так же с снаряжением всяким. И он теряет немножко свою красоту, скажем так. В Револейшнсе вот это мне очень не нравилось, не нравилось, это я считал очень большим минусом. Дело в том, что в детстве я как раз-таки не любил вот эту функцию перекраски. А здесь, я не знаю, есть эта функция или нет, но наш классический стандартный наряд, он вот такой вот. Это сейчас я воспринимаю это как норму и даже не подмечаю это. И мне это вообще кажется нормальным, да пойдет, но раньше вот у меня была вот такая потребность в том, чтобы костюм был белым. Я любил чисто белый классический костюм. И чем меньше на нем вот этих всяких визуальных всякой вот этой вот брони дурацкой, тем лучше. То есть, чем он более такой вот простенький, тупо белый, вот как Альтеир из первой части, тем круче. Я считал, что Ассасин должен быть вот таким вот, как в первой части. И все, что от этого отличается, однозначно воспринималось мной как ухудшение. И вот мне не нравилось то, что и Ассасины здесь какие-то вот такие вот, вот так вот выглядят. Но это еще нормально, смотрите, у него какое-то белое одеяние, у этих Ассасинов. В сцене-то вообще они были в чем-то оранжевом. Какие-то оранжевые Ассасины, че за чушь. В детстве мне это очень не нравилось. И главный персонаж какой-то вот такой вот, мало того, что он уже такой вот бородатый, но это еще полбеды, да, вот такой вот какой-то бородачий старенький. Это еще полбеды. Самая главная беда это то, что он даже уже не в белом костюме. Я считал, что если ты Ассасин, хороший парень, так сказать, то ты должен быть в белом одеянии. А это что такое? Мне вот костюм не нравился. В детстве вот это вот новшество. То, что теперь Ассасины, они вот все в каких-то разных костюмах. Почему правильно заглянуть в мою лавку, друзья? Может, у меня есть как раз то, что вам нужно? Ну да, друг, у тебя есть то, что нам нужно. Нажимаем Shift. А, или что я нажал? Ладно, в другой раз. А, да, 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 надо Shift нажать. Блин, почему надпись не появилась? Нажмите Shift. Я все ждал этой надписи, в итоге нажал ее и подумал, что... Ну, как бы заранее нажал Shift без надписи, без подсказки. И, короче, я думал, что меня в менюшку перебросили. Нет, нет, ребят, мы зашли в кузницу. На плечи Азапа. 400 баксов стоит минус 15%, что-то там. Мы их можем купить? У нас... Да, у нас... Нам хватает. У нас, по-моему... Короче, у нас 500 баксов было, мы их купили, все нормально. Все путем. Вот мы что-то тут купили. И миссию прошли, это было крайне легко. Да, ребят, как же круто здесь находиться, в этом Константинополе, в этом... Забыл, как город называется. Ну, это Константинополь, но у него есть какое-то еще другое название. Стамбул. Еще одно название города. И самое расхожее. Идем, наставник до Ференса. Подождите, может, в карту зайдем? Может, там будет описано? Карта. Константинополь написано. А только что ведь у этого города еще какое-то название было. Ну, везде тут написано, что это Константинополь. Здесь везде пишут, что это Константинополь. Кстати, вообще, вот такая карта, я же еще в этом видео ни разу в карту не заходил. А надо бы. База ассасинов. И я так и не договорил мысль. Ну, ладно, Константинополь, так Константинополь. Что хочу сказать? Мне очень нравится эта атмосфера Константинополя. Не знаю, как в детстве я к этому относился. Наверное, как-то хреново. Мне не нравилась эта атмосфера какого-то вот такого вот арабского города или не арабского. То, что здесь все вот в каких-то таких платках. Не знаю, как я в детстве к этому относился, но сейчас я точно отношусь к этому очень позитивно, очень тепло. Мне все это нравится. Мне все это очень нравится. Вообще все, ребят. Ну, реально, вот одним словом, атмосфера. Все вот эти вот люди в таких нарядах вот такая погодка такие вот дома декорации эти надоедливые челы но раньше кстати это были музыканты а сейчас я извиняюсь мадам я хотел вам просто денежек а получилось так что я вас ударил прошу прощения прошу прощения да я нажал левую кнопку мыши чтобы он разбросал монетки а он их ударь да здесь чтоб что-то разбросать надо нажать на ем то есть вообще как это получается в ассасин скрид 2 в той же самой к нам подходили музыканты в основном надоедливые я предпочитал их бить кулаком но можно конечно и монетки разбросать чтобы они отстали от нас я сейчас как раз хотел разбросать монетки но он их ударил а все почему а потому что в той же ассасин скрид 2 например да и вроде в бразер ход там надо было там не было вот такой вот двойной менюшки там была одна менюшка и в бразер ход и во второй части и даже в первой части ассасин скрипта не было вот такого типа основное оружие и вспомогательное оружие воспользоваться которым надо нажимая на е раньше такого точно не было получается что кстати это однозначно плюс то есть вот вот эти все слоты это для будущих бомбочек я так понимаю тут смотрите еще какой-то метательный отравленный клинок я не помню в бразер ход он был или нет но здесь он точно есть может быть арбалет появится но в бразер ход арбалет точно был короче здесь сейчас вот так оружие для ближнего боя та же аптечка например вот она тут выбирается оружие для ближнего боя короче и любые метательные оружки либо просто бросательные вещи типа денег это вспомогательное оружие и чтобы этим воспользоваться нужно сначала выбрать что тебе надо например ножички а дальше нажать на е иностранную ну или на русской раскладке это буква у на букву у надо нажать так чё за банк у нас там есть какие-нибудь деньги сфотка да ничего у нас нет ничего у нас не улучшено и денег на улучшение тоже нету короче вот такая вот менюшка здесь двойная какие-то вспомогательные оружки то есть метательные выбираешь и чтобы что-то метнуть надо нажать на е раньше такого не было раньше была одна менюшка например ты выбираешь арбалет раз выбрал арбалет то левая кнопка мыши и можешь стрелять выбираешь пистолет например в клинке да и чтоб стрелить опять же ты его выбрал и нажимаешь на левую кнопку мыши чтоб выстрелить все а сейчас не так сейчас вот какая-то двойная менюшка и чтобы выстрелить надо нажать на ем сначала выбрать врага на букву у а потом удержать ем он выстрелит но я сейчас не хочу тратить патроны а вот в основном оружие. Вот это вспомогательное, а в основном, вот, соответственно, вот, что выбрал, то и будет. И нажав на левую кнопку мыши, он будет этим драться. Как-то так. Хвала небесам! Мы боялись, что вас увлекли пороки большого города. Мне хватает своих пороков, Грация. Так что тебя тревожит, Эдсо? Расскажи мне о темплиерах. Ты зовешь их византийцами, но византийская империя пала много лет назад. Эти люди верные последователи последнего императора, Константина Одиннадцатого. Кто их возглавляет сейчас, я не знаю. Кописко. Видно, это придется выяснить мне. Эдсо, а где твой нож-крюк? Нож-крюк? Ты не видел таких? Я с ними не расстаюсь. Нож-крюк? Покажи его в деле. Холли-щет! Нож-крюк. А, кстати, он сказал нож или клинок? Да, он сказал нож. Мне не показалось. Какой нож, чертова матери? Это клинок. Клинок-крюк, да? Ну, не нож-крюк. Они называют это нож-крюком. А я в детстве всегда называл это клинок-крюк. Вот так я называл. Клинок-крюк. А не нож-крюк. Ну что ж, следуйте за Юсуфом, чтобы научиться пользоваться ножом-крюком. Полная синхронизация. Хотя бы раз успешно проведите каждый из возможных приемов с ножом-крюком. Каждый из возможных приемов хотя бы раз надо провести успешно. Получен нож-крюк. Так, надо следовать за Юсуфом. О, нифига себе! Смотрите, уже сразу он его исполняет в деле, да? Зацепляется. Не просто рукой, как я уже даже привык, а вот крюком. Уже даже в таких мелочах что-то изменилось. И это непривычно, и это круто. Это однозначно круто. Крюк должен стать продолжением твоей руки, Эксу. Вот, он нам говорит, что я его перебил. Ну, короче, он сказал, блин, он вообще летает у нас. Что-то было, блин. Короче, он сказал, что крюк должен стать продолжением нашей руки. И, в принципе, так оно и есть. Он станет продолжением нашей руки. Блин, выглядит прикольно. Это еще и не просто крюк. По-моему, это лицо орла, да? Это клюв орла. Не просто крюк, а... Короче, это орел там, на наконечнике. И это можно понять даже вот по вот этой иконке. Рядом с клинком у нас тут какой-то орел, по-моему. Клюв орла. Это круто. Я этого не замечал. Я в детстве думал, что это просто крюк. Но это орел. Смотрите, даже такая мелочь, но крутая мелочь. И вообще, я уже даже привык. Вот я уже сколько играю? Полтора часа где-то играю в Револейшнс. Уже чуть ли не два часа. Я привык, что когда делаешь так, он достает только один клинок. И это так нестандартно, когда у тебя не просто их два. Как бы, ну, два-то это еще тоже вроде стандартно, но второй настолько сильно отличается. Это круто. Вот этот крюк, это реально нечто очень потрясающее. Просто, блин, офигенно. Реально классная вещь. Я даже нажимаю на левую кнопку мыши, чтобы зацепиться уже. Но нет, надо нажимать на шифт, все по-прежнему. Управление ни капли не изменилось. Просто теперь он достанет крюк вместо того, чтобы зацепиться рукой. Черт! А я, он сейчас вообще парашют достал. Я, по-моему, парашют истратил один. У нас было их четыре вроде. Что я нажал? Я шифт нажал, да? Нет, вот сейчас я нажал шифт, он крюк достал. Кстати, какая-то штучка, вот фрагмент какой-то анимуса. А как я парашют достал? Я что нажал-то? Нажмите шифт в воздухе, чтобы, короче, достать крюк. Блин! Мне кажется, чтобы пройти игру для стопроцентной синхронизации, надо все-таки воспользоваться этой херовиной. Давайте попробуем. Нет, не так, не так, не так. А вот... Блин! Как-то так. Ладно, пропустили. Да и хер с ним. Вот, воспользовались. Те, кто играли в предыдущей части, знают, что на самом деле, если мы сейчас шифт не будем нажимать и пользоваться крюком, то... Вот эта херня, она немножко не так работает. Она бы нас переместила вон на ту балку. А мы сейчас зацепились крюком и можем вот так вперед, типа, пролететь. Немножко изменилась механика в этой игре. Чуть-чуть ее доработали при помощи этого хрюка. Теперь можно исполнять такие приколы. И это классно. И это просто великолепно. Ну что ж. Сейчас, наверное, будет боевка под конец с этим крюком. Потренируемся на ассасинах, да? Че-то такое помню. Смотри, учись, отца. Захват крюком и кувырок. Беги прямо на противника. Как поравняешься с ним, используй крюк-нож. Как ты это сделал? О, отлично. Еще надо. Нифига себе. Как это я? Я вообще перевернул этого чела. Во, и снова перевернул и выкинул. А, это типа такая добивка, да, некая? Его так можно вообще убить, походу. Чувак, поднимайся. Блин, че я нажимаю? Он то просто переворачивается, то вообще их как-то откидывает. Ну все, мы на сто процентов прошли. Это не совсем боевка сейчас была. Ну просто потренировались какие-то приемчики с крюком делать. Неплохо. Движемся дальше. Обычный атаманский нож-крюк состоит из двух частей. Крюка и лезвия. Пользоваться можно тем или другим. Очень изящно. Хочешь испытание посложнее? Лобена. Идем. Лобена. Лобанов, черт возьми. Идем. За 60 секунд надо, короче, успеть. Вперед. С дороги, простолюдины. У нас тут намечается очень важная миссия. Так, забраться за 60 секунд. Нравится? Так, 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 так. Спешим, ребят, спешим. Это похоже, как, знаете, во второй части надо с братишкой забраться на вершину здания. Там, где будет фразочка наша жизнь прекрасна и все такое. Потом в Бразерхуд мы то же самое делаем, но только с дядей Марио, да, получается. А сейчас с Юсуфом. По-любому будет какая-нибудь надпись по типу Assassin's Creed Revelations под какую-нибудь, опять же, эпическую музычку. И опять мы забираемся на здание перед этим. Из серии в серию одно и то же, но раньше это было реально круто. Юбисофт умели делать... умели делать круто. Чтобы было круто. Они это умели. Добро пожаловать в Стамбул, Эльцин. На перекресток мира. Многие правили этим городом, а никто не сломил его дух. Он всегда оставался свободным. Да, неплохое место для дома. Так и есть. Вниз на перегонки! Эй, а где надпись Assassin's Creed Revelations? Синхронизируйте. Блин, это что было? Я нажал Е по привычке, чтобы синхронизировать местность, а он выстрелил. Че надо нажать? М! Вашу мать. Да-да-да, точнее, тут и Орлиное зрение раньше на Е включалось, а сейчас надо М сжать, чтобы Орлиное зрение включить. Нас этому учили, но я, кстати, пропустил и не обратил на это внимания. Не стал его включать, это Орлиное зрение, где-то там в начале игры. Помните еще, когда мы бегали по какой-то заснеженной территории? Вот когда-то тогда надо было это сделать. Блин, а где надпись Assassin's Creed Revelations? Я впечатлен, Юсуф. В Риме нам бы это пригодилось. Вот, не забудь сказать спасибо. Юсуф, скорее сюда. Что? Атака с двух сторон. Галата и большой базар. Каждый день одно и то же. Как насчет помахать мечом? Ну надо, так надо. Отлично. Ну надо, так надо. Блин, отменить нельзя. И вообще, я думал, почему-то сейчас мы заберемся на вышку и нам покажут, что это игра от Юбисофт и называется она Assassin's Creed Revelations. Как нетипично нам это все покажут, но почему-то не было надписи. Осуществите убийство на канате. Погнали. А так надо. Ребят, наверное, это последняя миссия в сегодняшнем видео, а то он реально уже двухчасовую получается. И вообще, мне через час на работу. Ровно через час. Когда Ассасин устает бежать, он взмывает воздух. Смотри. Тиакс, клинок-клинок-крюк в деле. Неплохо. Not bad. Просто not bad. Ну-ка, теперь наша очередь. Тоже весьма неплохо получается. Кстати, вроде фризиков, я не знаю, то ли их меньше стало, то ли может это иллюзия какая-то. Опять я в игру перезошел, и минут 30 могу играть без фризиков. Но потом как начнется. Не знаю. Но пока что нету, играем. Узнать это точно можно будет позже. Когда мы, опять же, уже в какую-то другую игру зайдем, и я, может, тогда сразу уже буду на SSD-шник записывать. Эксперимент ради, так сказать. Вот, играем, тестируем ПК. Выявляем, может, какие-то закономерности. Одну закономерность Ауэйл. Уже точно. Фризит всегда во всех играх. Вот так вот. Компаньер-шпион. А, еще один. Смотри. Ассасин! Сюда! Такс, вот это он вытворяет, конечно. Ловушку для страшника. О, кстати, если удерживать во время полета оправкнутку мыши, он будет быстрее спускаться по канату на этом крюке. Тоже любопытная мелочь. Время разделиться. Я на базар, а ты оставайся здесь. Видишь ту башню? Си, база Галаты? Эвит, я не могу быть и здесь, и там. Ну, раз уж ты здесь, хайде, раз, гэве. Че он сказал? На французский или че? Так, ладно. Короче, нам надо туда добраться и, разумеется, мы это будем делать. Вот на таких крюках. Смотрите, ничего не нажимаю, он вот так ползет. Нажимая правую кнопку мыши, он ускоряется. Впечатляет. Весьма неплохо. Так, а как кружбайку подобрать? Я нажимаю shift. Блин, вот в Assassin's Creed 3 точно можно подобрать вот эту вот пушку противника и пострелять с нее. А здесь что-то нельзя, походу. Что-то вот у нас не выходит, по-моему. Блин, че он? Все, выстрелил. По-моему, даже без звука. Это че за баг? По-моему, даже звука не было. Это то, что он выстрелил. Так, а сундук? Давайте подберем. А, и вообще, куда нам? Я уже куда-то там спускаться начал. Че там происходит? Че за взрывы? Опа! Че-то баганулось, походу, да? Ну, это противник определенно, а вот это ассасин. И че-то у нас тут баганулось немножко. А если мы сейчас вот так подойдем, мы спалимся, да? С кем он драться-то решил? Он с нами дерется или с кем? Что-то он нож достает, когда мы подходим поближе. Че происходит? Ладно. Дружище, с тебя довольна. Уже глупостей всяких. Мы не бьем к шерифуста. Юсуф с вами? Он сейчас занят в городе. Какова обстановка? Мы отбили авангард, но я уверен, что они пришлют еще. Ваши люди готовы к сражению? Готовы. Блин, как он вообще видит-то что-то? Ну, аж все лицо закрыто. О, вот эту хрень тоже помню, она прикольная. Новшество очередное в этой игре. Теперь можно играть вот в эту мини-игру, или как это еще назвать? Короче, некая оборона от противников. Назовем это так. Вот, опять ночь наступила по скрипту. Всегда, когда эта хрень происходит, то есть надо вот так обороняться от противников, всегда это происходит ночью. Вот, такая мини-игра, или как это называется? Боевой дух, что-то 50. Защитите голландскую башню от нападения тамплиеров. Так, что-то надо поставить. Ассасина какого-то, наверное. Вот, вот, на крышу. Еще одного ассасина. Держитесь здесь оборону. Еще одного вот сюда поставим. Что такое? А что он не ставится? Я, может, поставил уже? Надо еще кого-то поставить, какого-то ассасина. Куда-то. Вот сюда можно поставить. Что такое? А, вот, можно арбалетчика поставить. Держите здесь оборону. Вот сюда арбалетчика. Сюда арбалетчика. Держите здесь оборону. Так, вот. А мне, кстати, эта фигня очень нравилась. Ну, не фигня, но нравилась реально. В детстве, поначалу, когда я это первый раз с этим столкнулся, не понимал, что делать, как это работает, и мне это жутко не понравилось. Но потом, когда я разобрался, особенно уже во взрослом возрасте, когда я переиграл, мне это очень нравилось, эта херня. Вот это вот мини-игра. Типа, ставить всяких ассасинов, обороняться, очень нравилось. Прикольно, реально. Уже во взрослом возрасте я это полюбил. Когда в полной мере осознал, что это такое. И как это работает. И с чем это едят, так сказать. Так, я вот хочу еще кого-нибудь поставить, какой-нибудь арбалетчика куда-нибудь. Вроде все места уже заняты. Че он тут ставит, то не ставит их. А, вот, нас, потому что обучают, что хорэ уже стебя арбалетчиков. Вот, есть еще какая-то баррикада. Вот, выбираешь вот это. Типа, баррикада становится мощнее. Space, че такое Space? А чтобы разместить баррикаду, переместите указатель мыши на улицу, важное, в нужное место и нажмите на клавишу Space или кнопку, что-то там. А, вот, вот так. А, можно даже их несколько ставить, да, точно. Не просто улучшать, а еще и несколько ставить. Сейчас еще вот это поставим. Вот, еще баррикада. Неплохо, весьма неплохо. Но, баррикады без ассасинов не имеет смысла. Надо, конечно же, и ассасинов тоже побольше поставить. То есть, вот, выбираем ассасинов, каких-нибудь. Сейчас у нас денежки подкопятся, лучше даже арбалетчиков, наверное. И сразу их ставим. Так, вот, ставим. Одного арбалетчика и еще кого-то надо. Ассасина, давай, какого-нибудь. Все, они сломали баррикаду, по ходу дела. Что происходит? Это, знаете, это как вот во время битвы, какая-то замедлялка. Так же и здесь, когда остается последний противник, вот такая вот хрень происходит. Типа, микросцены нам его показывают, и то, как его, то, как он умирает. Его и то, как он умирает. Нажмите и краткую, какой-то командир. Куда-то нам его надо разместить, этого командира, походу. Ну вот сюда, допустим. Или не командир, что это было? Вот, ассасинские стрелки какие-то. Стреллог, что-то вот нам пишут там. Они дорогие, эти стрелки. Прикольно. Новшество, очень классное, я бы даже так сказал. Мне реально нравится. Мне и сейчас это очень нравится, вот это, баррикады всякие ставить. Вот этих ассасинов размещать на крыше. Это все вообще, прикольно. Опа, враги посерьезнее уже, попер. Ребята, давайте нападайте. Ну, то есть это я нашим. Нападайте на этих чертей. Так, давайте еще какой-нибудь стрелка. Вот сюда. Держите здесь оборону. Мать вашу, черт возьми. Вот эту баррикаду надо сейчас покруче сделать. Че? А, точно, точно, я же могу и сам стрелять. Еще баррикаду. А, блин, наверное, это было зря. Еще одна баррикада была зря, наверное. А, ну все. Ну, зря, в смысле, потому что новая волна, она, если только, если только для следующей волны, для этой уже точно зря. Так, куда можно поставить этого чела? Вот сюда можно поставить. Можно улучшить вот это. Вот это. А вот это, че, уже не улучшить? Нам не хватает, по-моему. Вот, теперь хватает, улучшил. Нифига их там уже. Нифига себе, прут и прут. Еще улучшаем. И стрелка, конечно же, можно даже еще посадить куда-нибудь сюда. Как только, так сразу сейчас посадим. И здесь тоже. А еще можно самому стрелять. Точно, точно. Я даже про это уже забыл, кстати. Это помогает, когда ты уже чуть-чуть, вот, можешь проиграть, уже практически проиграл, и бац, в последний момент уже собственный выстрел сейчас осуществляешь. Короче, это может помочь, чтобы не проиграть. Окончательно. Это может помочь. Может сыграть на руку, так сказать. Так что, тоже весьма неплохо. Окей. Обычный какой-то ассасин-командир. Лучше, наверное, их не покупать. Я даже их поставить не могу сюда. Лучше брать вот этих чайлов. Они и стоят под оружие, значит, и пользу от них, естественно, лучше, чем даже от арбалетчиков. Что-то они испугались, что ли? Что, куда они побежали-то? Что-то, блин, куда-то назад побежали. Тупят по-жёстку, ребята. Нереально. Тупят. Удерживайте точку. Так, и здесь тоже удерживайте точку. Я помню, под конец у них там какое-то очень серьезное оружие будет. Всё, кстати, это уже почти конец, последняя волна практически. Очень легко с ней расправляемся. Вон, смотрите, там какой-то рок едет. Ай, какой-то... Казирок или что? Держите здесь оборону. Сейчас будет жарко, в общем, надо подготовиться. Вы должны удержать точку. Вот! Вот оно, ту самую баррикаду какая-то. Твою мать. Пробивать её сейчас будет сложно. Держите здесь оборону. Ребят, давайте. Стреляйте. Чёрт возьми, я же и сам могу стрелять. Это помогает? Ну, чуть-чуть, наверное. Чуть-чуть. Побольше стрелков, твою мать. Интересно, патроны бесконечные? Куда-нибудь стрелка, давайте ещё одного. Чёрт! Держите здесь оборону. Держите оборону, ребят. Мы сейчас сломаем её уже практически, но, по-моему, после этого надо будет и вот этих стражников добивать. Или нет, или они сразу померли. А, всё, они, походу, померли. Это победа. Это была изи победа. Мне кажется, я даже в детстве как-то больше тупил и намного тяжелее мне это казалось. Сейчас вот прям вообще на изи. Прошёл всего за 6 минут этот бой был, длился 6 минут. Количество вызвано ассасинов. 34 потери на ассасинов. Я цвух 5 ассасинов потерял. Выстрелов из пушки 0. Чё за пушка? Оставшееся здоровье базы. Боевой дух оставшееся... Короче, неплохо. Весьма неплохо. Деньги 100 баксов мы заработали. Опыт ассасинов, ученика 800, предметы овечья кровь. Чё-то тут, короче, даже получили. Неплохо. Весьма неплохо, ребята. Очень даже впечатляюще. Ну да, но в детстве мне, конечно, это не зашло. Если тамплиеры атакуют снова, сообщите. Я буду с Юсуфом на базе у базара. На пароме пересеките Золотой Рог. Это кратчайший путь на полуостров. Короче, ещё и когда я самый первый раз играл без русификатора, потому что его не существовало официально на английском языке. Тут всё было на английском. Ну не знаю, может, конечно, менюшка, надписи, может, русский, но речь-то точно иностранная. А ещё и в детстве я не очень-то любил читать, сами знаете, сами понимаете, я думаю. Я думаю, что любой школьник не очень-то любит читать, ну, по крайней мере, нынешние школьники в эпоху интернета, телефонов, гаджетов и всего такого. Я был одним из тех людей, кто не любит читать, поэтому ничего не читал и методом клика у меня методом тыка, я бы сказал, а не клика. Методом тыка я пытался вот как-то сориентироваться, что делать вообще надо. Что это за мини-гейм какой-то с обороной территории. Мне это не зашло в детстве. А сейчас я это вообще обожаю. Прикольное нововведение. Очень классное. Так, ну и, ребят, я вообще-то говорил, что это последняя миссия. Давайте вот это только начнем, посмотрим вообще, что это такое. И, наверное, закончим на этом ролик. Смотрите, даже без сцены что-то там в нападении. Давайте просто примем и все. Не будем читать. Ну и друзья у тебя. Плохих друзей ты выбираешь, Юсуф. Нафиг таких друзей. Просто нафиг. Ничего себе. У тебя такой вид, словно ты опоздал на свадьбу. Си. Лет так на 25. Увы, я не успел спасти базу у базара. Но теперь, когда нас вдвое больше, мы вернем ее себе. Сюда. Сюда, Дезмонд. Когда маклиеры захватывают район, они громко заявляют об этом. Развешивают флаги, обирают торговцев. Сдерживать их бывает непросто. И они всегда кичатся своими победами. Они совсем обнаглели. Как это терпит султан? Султан боязит далеко, Этсо. Воюет со своим сыном Селимом на северо-западе от города. Его не было уже несколько лет. С самого землетрясения, а то и раньше. Он на все закрывает глаза. Но твои-то глаза открыты, Си. Как две полные луны. Будь уверен. Хм. Кстати, хочу что сказать. Во-первых, я сейчас ничего не жму, он сам идет. Во-вторых, а ведь реально, смотрите, я игру установил на ССДшник, были фрезы. Запись слана жесткий диск. Установил. Точнее, не установил А, поставил пункт в Боннигаме, чтобы запись слана на жесткий диск на ССДшник. И вроде бы. А ведь смотрите, фрезов-то нету. Я уже давно играю. Для Боя их слишком много. Не думаю, что дымовая шашка нам здесь поможет. Дымовая? Хе-хе-хе. Ролик уже очень давно записывается, уже, наверное, двухчасовой. Но я почему запись не прекращаю? Во-первых, мне любопытно. Вот я сейчас начал снимать на ССДшник, вроде фрезы реально прекратились. Неужели ты в это время мне мозги парил этот гребаный жесткий диск? Прикиньте, если дело в нем. Это двухтерабайтный жесткий диск, который вроде бы без битых секторов особо вообще их нету. То есть, вроде идеальный. Да, я вот через программку Виктория его проверял. Вроде все было чики-пики. Тем не менее. Неужели фрезы пропали? Стоило на ССДшник снимать, начать. Так вот. А что еще хочу сказать? Сейчас скажу, ребята. Давай. Не подведи. Хочу сказать, что я запись все равно продолжаю. Уже давно. Хоть видосы очень сильно затянул. Потому что... Вот смотрите. Я еще не все новшества вам этой игры замечательные показал. Надо нажать и краткую. Выбрать бомбу. Что это за бомба? Приманка какая-то, да? А как целиться? Нажмите У. Вот. Получается, я удерживаю У. А, вот. Получается, мышкой... Вот я удерживаю У. И мышкой можно вот так нацеливаться, да? Ну и не только мышкой. Еще вот на... Возле Нун Пада на стрелочке можно. Типа, вот. Нам надо прицелиться сюда. Кинуть. И приманить противников. Вот. Я не показал вот эту фишку. Да и сам уже, как бы, давно ею не пользовался. Хотелось вот посмотреть, как это работает. Вот эта фича, которая, опять же, в детстве мне не зашла. А позже я, переигрывая, где-то там в девятнадцатом году, понял, насколько это, на самом деле, круто. Вот эти бомбочки. Опять же, новшество, которое мне вот теперь уже очень даже зашло. Неплохая идейка вот с этими бомбочками, да? То есть классно, на самом деле. Очень классно. Поэтому я и продолжаю записывать. Еще не все новшества, ребят, посмотрели. Хоть и видос двухчасовой. Получается. Это одно из наших убежищ. Захвачено темплиерами, как видишь. Где-то там ходит капитан темплиеров. Убей его. Потом заберись на башню и зажги сигнальный огонь. Темплиеры поймут, что им пора сваливать отсюда. Бене, ты отвлекай, а я пошлю их домой. Ла Бене, let's go. Че это такое? Че-то персонажи дрожат в сцене. Немножко дрожали. Че-то там. Так, ну вот это уже, в принципе, нечто стандартное. Захват территории, которые были в Браздор Худе вроде бы. А, ну там было немножко иначе. Надо было убить какого-то капитана. Да-да-да. К нему надо еще подобраться сначала. В принципе, хотя нет, может и так же все. Будут ли какие-нибудь различия? Не знаю, но это точно было и в Браздор Худ. Захват территории. А потом и оборона этих территорий. А хотя стоп. А в том-то и дело, что в Браздор Худ, наверное, не надо было ничего оборонять, а здесь точно надо. Даже захватив территорию, ее могут отвоевать позже обратно. Вроде как-то так. Стрелки. Вот это точно новшество. Какие-то стрелки. Блин, честен. Когда тамплиеры захватывают одну из наших баз, они оставляют там капитана. Обойди район, и если увидишь кого-нибудь расхаживающего, словно павлин, это он. Выйди на улицу и используй свое легендарное чутье, Айцелу. Легендарное чутье? Да ты сказал, ну блин, легендарное чутье. Орленозрение. Так называемое. Да, вот и капитан. Вы идентифицировали капитана базы тамплиеров. Убейте его. И все будет в ажуре. Так, помню эту миську. Помню, помню, помню. Тут очень важно не болиться. А, и по-любому... Черт! Ну, кстати, нас пылил только какой-то стражник. Вроде миссия не провалена. Стоп, 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 стоп. Синхронизацию-то, может, мы уже провалили. Так я и знал! Не ввязывайтесь в конфликты. В имперском квартале. Если я нажму начать фрагмент заново, он начнется с последней контрольной точки? Мне кажется, что нет. Да и черт с ним, ладно. Вот мы заманили вроде бы вот этого чела главного самого при помощи... Кстати, а чего они не испугались? В Бразерхуд вроде капитана убьешь и все остальные сразу такие, типа, убегают. Типа, без капитана они не могут воевать. Все, они, короче, трусят. А здесь, как видите, я убил капитана и тем не менее еще мне надо со стражниками расправиться. Но, в принципе, это было не сложно благодаря очень интересной боевке. из Бразерхуда которая перекочевала и в эту часть. Короче, вот мы с ними разделались и... Ребят... Фаааак! Короче, надо поговорить с Юсуфом, а для этого по-любому надо стать инкогнито. И он по-любому скажет что-то вроде подожги... Опять я жму У. Короче, подожги их базу, чтобы... захватить. По-любому он скажет что-то вроде этого. И вообще я опять жму У. Только в тот раз я, получается, бомбочку потратил, а сейчас ножичек. Все, никак не могу привыкнуть к тому, что надо жать шифт. А, и вообще нам что, не к Юсуфу, что ли? А, так нет, нам заранее-то и надо подходить вот сюда. Или куда, подождите. Да-да-да, вот сюда поджигать башню. Подразумевается, что мы с этим уже знакомы. И в Бразер Худ играли, и все знаем. А то в Бразер Худ надо было сначала подойти к Николу, и только после этого он нам скажет, что недостаточно убить капитана, надо еще и поджечь эту башню. Подать сигнал, что она захвачена. Ну и все, мы подожгли башню и прошли последовательность. Правда, миссию выполнили не на сто процентов. Ой, опять сейчас какие-нибудь разговоры с объектом шестнадцатым будут. В анимусе происходит что-то странное. Процессор должен быть не задействован, но системный монитор показывает пики активности. Это проблема? Не знаю. Дезмонд пока стабилен. Ну раз так, то и чинить ничего не надо. Пожалуй. Так, мне надо выпить. выход из анимуса, как обычно. Шестнадцатый. Дезмонд, вот подумай, что, если бы я пошел с тобой? Со мной. Куда? Может сработать, хоть ненадолго, пока я не найду выход. другое тело, или... Я не знаю. Я просто не хочу здесь оставаться. Друг, ты, по-моему, сошел с ума. Ничего из этого не выйдет. Мне жаль. Нет. Наверное, у меня был шанс. Я его профугал. А Дезмонд и Люси были близки? Ну, ближе, чем друзья. А, ну, были, конечно, моменты сентиментальности, но... Он нравился и бил? Она сама сказала? Хм, интересно. И все? Просто интересно? Я провел с ними много времени, когда они были моложе. Но она была замечательной женщиной. И то, что так вышло, это грустно. Грустно? Так у тебя есть чувства, Билл? Ребят, спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Зак. Ну, давайте посмотрим, может, тут какие-нибудь еще сцены будут. Но так-то это конец видоса. Кодовое слово будет, наверное, НЕПОДДЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО НОСТАЛЬГИИ. Так и напишите, ребят. НЕПОДДЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО НОСТАЛЬГИИ, если дострели до конца. Так я буду понимать, сколько вас. И каждому поставлю лайк на комментарий. Константинополь, который у турок зовется Стамбул, принял меня как родного. Местные ассасины, которыми командует Юсуф, отличный, кстати, дядька, очень гордятся своим городом. Это и правда. Очень яркое место, где чего только не встретишь. Но тут тоже неспокойно. Группа византийских тамплиеров все еще борется за сферы влияния. Это меня задержало, но не думаю, что она долго. Как только у меня появится возможность, я начну искать старую лавку у Никола Пола. Я найду зацепки, которые приведут меня к ключам Массиафа. Последовательность 3. Потеря. Потеря, потерь просто. Какая-то потеря, что-то там. Ну, как все прошло? Сегодня мы победили и вернули себе базу, но, увы, потеряли несколько друзей. Столько смертей. Ради чего? У тебя же есть некий опыт в вербовке новых ассасинов, верно? Да, и немалый. У местных жителей эти тамплиеры уже в печенках сидят. Может, воспользуешься своей харизмой и приведешь к нам новичков? Си. Но на этой базе обучать их не получится еще долго. Ты прав, мэн. Пожалуй. Тогда поговори с одним из моих людей в Галате. Он поможет тебе начать их обучение. Окей. Но как-нибудь позже, ребят. Спасибо за просмотр, как я и сказал. На самый последок я хочу просто найти какой-нибудь магазин перекраски и попробовать посмотреть, можно ли перекрасить костюм в белый цвет, например. Любопытство ради. Не болею. Надеюсь, он недорого будет стоить. Но разблокированных магазинов то есть портного я не вижу. А, ну вот, кстати, есть еще один портной поближе, по-моему. А, есть еще вот портной. Давайте вот туда побежим. 80 метров. Это довольно близко. Сейчас подбежим. Я надеюсь, что он недорого стоит. У нас 1300 баксов. И попробуем перекраситься. Вообще, надеюсь, нам хватит. Потому что, да, может быть, магазин-то и недорого стоит, а перекраска... А вот хера узнает, сколько она вообще нам стоит. Дайте денег. Что б тебя? Ударный корпус. Можно, кстати, еще попробовать рынок найти. Я просто обожал на этом рынке ловить челов, которые пытаются подкрасться к нам, чтобы убить. Вот. Тут есть такой прикол. Зрабатывает какая-то, по-моему, какой-то звук определенный. К нам может подкрасться какой-то убийца и попробовать нас убить. Если мы отразим или ограбить, или убить, по-моему, убить. Если мы, короче, его вовремя сопалим и не дадим этого сделать, то можем, во-первых, у него много денег отнять. Можем. А во-вторых, я вообще любил этот рынок, любил продавать всякие боеприпасы, которые у меня есть. И зарабатывать на этом. Опять же, некое новшество, да? Можем продавать эти ингредиенты, которые у нас есть для бомбочек и зарабатывать неплохой куш. На этом. Блин! Мы не настолько богаты, чтобы деньгами сорить налево-направо. Опять я жму У, а надо жать Shift. Сумки дороговато. Нифига себе, 8000 топор стоит. Ну, то есть, дороговато для нашего бюджета нынешнего. По крайней мере, скажешь, да, она все-таки есть. Оригинальный серый. Какие-то цвета даже недоступны. Или они... Они недоступны, потому что... Они доступны, но дорого стоят. Нам как бы не хватает, поэтому они недоступны. Березовый, зеленый. Ну, слушайте, тут много всяких костюмов, весьма неплохих. Учитывая, что у меня уже нет таких заморочек, чтобы костюм был именно только белым, да, учитывая, что у меня их уже нету таких заморочек. И учитывая, что тут уже и так не белый костюм, какой-то нестандартный. Можно его и перекрасить, и более того, тут весьма неплохой выбор в перекраске. Смотрите, очень неплохо, да, вот этот костюм мне нравится, масявский белый. Но это не совсем белый, а какой-то такой очень мягкий голубой, скажем так. Какой-то вот, какой-то такой. Короче, много классных цветов. Оригинальный серый. Это вот наш, наверное, который сейчас вот у нас, да, оригинальный серый. То есть, у нас сейчас вот такой. А мне вот этот понравился. Вроде такой же, а вроде какой-то более приятный. Но нам на него не хватает. Сколько он там стоит? 2000, girl, египетский синий. Ну, в общем, цветов довольно много всяких разных, прикольных. Но нам не хватит. Ребят, всем пока. Интересно, мы сейчас найдем этого чела на рынке? Как там орлина? Зря не это включить. И вообще, давайте попробуем побегать по рынку. Может мы... Скорее всего, мы его сейчас не найдем. Вот, кстати, рынок в этой игре это тоже прикольное новшество. Одно из новшеств, которого раньше не было никогда. Короче, я хочу побегать по рынку, либо наткнуться на этого чела, который постоянно пытается нас убить. Помню, был тут какой-то чел. Какой-то рандомный NPC, как, знаете, воришки в ассасинах. Рандомно спавнятся, и у них много денег. Здесь то же самое, но это не воришки, как правило. Это какие-то убийцы. Какие-то убийцы могут заспавниться. Но они и без орлиного зрения, на самом деле, если где-то поблизости, то издают какой-то характерный звук. Какой-то звук такой происходит, ты как бы понимаешь, что рядом убийца. И без орлиного зрения. Вот я бы хотел найти его сейчас. Этого ностальгического убийцу. А еще хотел бы найти вот этого чела, которому можно бомбы продать. Но я его не вижу. Совершенно не вижу. И вообще, может быть, тут не один рынок. Может, их тут несколько. В этом Стамбуле, или как это место называется. Да что же это? Да что же это? Я вот задолбался. Уже запинаться о вас. О-о-о-о-о-о-о. Люди. Простые горожане. Че, убийцу не видать? Ладно, всем пис, ребят. Такая получилась видос. Надеюсь, вы лайк поставили. Такая вот замечательная игра. Assassin's Creed Откровения. До скорого.